Здравствуйте, уважаемые гости! Я рад вас приветствовать в лекторе Альпиндустрии. Вот сейчас уже такие осенние часы наступают, когда все темно, и люди на самом деле пытаются где-то в такую погоду вечером разместиться и получить что-то полезное. Тем более все, я так понимаю, из какой-то аутдор-индустрии, где-то ходят в походы, может быть, просто катаетесь на самокате, и вам интересно, как оказывать первую помощь. Тема лекции. Первая помощь, алкоритм действий и состав аптечки. На сегодняшний момент это, наверное, актуальная тема, потому что уже где-то с 25 августа по всем, фактически, телеканалам, массовые СМИ информирования, везде была информация о том, чтобы вышел новый указ, точнее приказ, который разрабатывался еще с 24 марта 2023 года. Суть была в том, чтобы расширить возможность оказания первой помощи и расширить возможности состава аптечки. Для меня это было очень новостным событием, потому что формировать свои курсы мне было очень тяжело, потому что работая в индустрии, где первая помощь является основным моментом, всегда сложно говорить, что происходит в России. Но прежде чем начать саму лекцию, я немножко о себе расскажу, кто я, откуда я здесь появился и какая основная моя миссия в этой лекции и вообще в целом на своих мероприятиях. Меня зовут Денис Ломакин, мне 42 года, я родом из Владимирской области, то есть я россиянин. Но тем не менее судьба моя сложилась так, что мое основное образование именно по первой помощи я получил за рубежом. И на сегодняшний момент у меня есть некое понимание баланса, наблюдать, как это меняется в России. И я очень рад, что впервые можно услышать, что даже в медицинных катастрофах появляются какие-то пособия, и МЧС начинает что-то печатать и показывать, как это должно работать, как старые добрые советские времена. Если вы помните, плакаты везде висели, и можно было посмотреть алгоритм действий. Вот, я занимаюсь первой помощью с 2014 года. Именно здесь недалеко, ровно 10 лет назад, я прошел свои первые, я даже сохранил этот документ, это раритет, это спасрезерв Московской спасслужбы, которую закрыли как раз в 2014 году после издания указа о создании МЧС. Но тем не менее Московская служба спасения дала мне основные азы и спровоцировала мои действия в индустрии моего горного влечения заниматься первой помощью. То есть спустя определенное количество времени я занимался во всевозможных, можно сказать, специфических инстанциях, где-то проходил частные курсы, где-то профессиональные, где-то на скорой помощи. Но тем не менее мне этого казалось мало, и я принял решение и учил уехать учиться в Канаду, где прошел достаточно очень серьезные курсы, получил сертификацию, доступ к литературе, соответственно, английском языке. Это тоже один очень немаловажный момент. И, соответственно, посмотрел, как работает международная система стандартов, потому что на тот момент российский Красный Крест, он не располагал такими знаниями, и то, что сейчас существует, в большей части существует где-то по приглашению. То есть приглашают инструкторов, которые преподают эти курсы. Но первого источника, к сожалению, нет в России. Я также являюсь создателем учебного проекта в безопасности. Проект молодой, ему всего лишь два года, точнее второй год идет. Суть проекта в том, что это обучающие моменты по лавинной безопасности, в то же время и по продвинутой части оказания первой помощи в дикой природе. Соответственно, я пока был в Канаде, занимался лавиной безопасностью, прошел достаточно очень большое количество курсов в Канадской лавиной ассоциации, являюсь ее членом ассоциации. И на сегодняшний момент я дипломированный специалист по оказанию поиска и спасения в лавин и продвинутых навыков. Соответственно, я преподаю эти курсы по международному стандарту. Ну и с этого сезона я являюсь членом президиума лавиной ассоциации России. Если вы слышали о такой ассоциации, которая сформировалась несколько лет назад. И эта ассоциация также несет основную задачу, миссию, это продвижение безопасности, спасение от лавин и иных научных исследований, которые говорят о том, как это все образуется и как это образовывалось в периоды советского времени, я имею в виду научная система образования. Поэтому, если кому интересно, в конце лекции я могу поделиться сайтом. Там можно подать заявку и вступить, и стать членом ассоциации, и получать определенные привилегии доступа в рамках компетенции ассоциации. Буду рад вас ознакомить с этой информацией. Вот это кратко о себе. Ну, изображение это с одного курса, где мне там условно импровизированно пробили голову бревном, и меня, к сожалению, не спасли, потому что это курс экзамена был в Канаде. И, как я понял, что мы действительно, общаясь на разных языках, иногда не совсем понимаем актуальность того, что для нас является приоритетом в оказании первой помощи. Либо действительно просто позвонить 112 или 103, или пытаться все-таки оказать, остановить кровотечение, а уже потом позвонить в 112-103. Меня, к сожалению, там не нашли, но я пролежал почти полчаса в лесу с разбитой головой. Вот. Я просто посчитал необходимым показать этот сюжет. Вот. Что я первым хочу образом вам сказать, что первая помощь, когда вы слышите, вы, скорее всего, где-нибудь слышали такие названия, что там домедицинская помощь, там доврачебная. То есть те процедуры, которые вы, в принципе, можете оказывать, не являясь там медработником или сотрудником какой-то организации в скорой помощи, в МЧС, спасотряде. То есть, соответственно, в формате первой помощи некоторые люди начинают заблуждаться. А что я могу сделать и как, и где я смогу сделать? Поэтому работа сейчас с аудиторией, у вас, в принципе, небольшое количество. Я периодически буду отвлекаться, задавать вопросы, чтобы немножко отдыхать от момента разговора. Поэтому, если кому интересно, свои комментарии, пожалуйста, высказывайте. Вот. Вкратце. Первая помощь – комплекс мероприятий. Но это, наверное, стандарт, который вы видели везде, который пишут в интернете, во всевозможных брошюрах. Но, мне кажется, здесь необходимо добавить неотложных. Потому что это очень важный процесс, когда вы видите, что что-то произошло с неизвестным вам человеком или группой людей, то комплекс мероприятий, который вы можете проводить, он может быть расширенным. И, соответственно, где-то это может быть всего лишь маленькая часть вашей работы, а где-то это может быть полноценный этап, алгоритм действий, когда вам необходимо провести определенные позиции, рассмотреть и расставить все так, чтобы действительно оказаться нужным человеком в нужном месте. А иногда бывает все наоборот. Люди говорят, оказался не в нужном месте, не в нужный час. И таким образом не знает, что делать, как оказывать, и вообще боится этого понимания первой помощи. Сразу возникает вопрос – это правовые нормы, которые этот момент может нести. Об этом мы поговорим чуть попозже. Итак, комплекс мероприятий – это все-таки цель заключается в устранении явлений, угрожающих жизни, и возможность их предотвратить. То есть не цель просто остановить кровотечение, оказать какую-то помощь психологическую, оказать с моментами связанными там, где есть необходимость помочь принять лекарства, которые назначены врачом. То есть эта задача – правильно оказать и в нужное время подождать сам процесс исполнения. Иногда просто получается, что люди идут где-то, видят, что кому-то стало плохо. Те, кто внимательный, скажут или спросят, с вами все хорошо, если вы получаете обратную реакцию, оповещение, это говорит о том, что уже первые признаки говорят о более-менее нормальном состоянии. Хотя вы можете наблюдать, что с человеком что-то происходит неважное. Я не буду говорить о перечне заболеваний, которые провоцируют такое состояние, но тем не менее вы должны понимать, что изучая первую помощь, вы должны оценивать, что вы видите в этой ситуации. То есть вы должны делать первоначальное понимание того, что может произойти и может произойти дальше. Если вы что-то недосмотрели, то это может развернуться в ситуации гораздо более обширно. Поэтому цель следующая, что учитывая возможности, которые вы можете оказывать, понимать, в рамках чего это работает. То есть либо при несчастных случаях, травмах, отравлениях, состояниях, заболеваниях, вы должны понимать, что отсутствие знания расположения органов в человеке, существует такой момент, что люди даже не знают, где находится селезенка, желудок, почки, печень. И тем не менее, если вы реально видите, что человеку где-то стало плохо, и ваша специфика или компетенция позволяют уже диагностировать это на ранней стадии, то это уже первая помощь, потому что вы вовлекаетесь в процесс. И это не важно, насколько действительно вы можете быть компетентными. Потому что иногда люди, проходя курсы первой помощи, в стрессовой ситуации забывают напрочь все. Они начинают делать то, что идет не по алгоритму. Они начинают стрессовать, кто-то просто начинает пытаться найти какие-то пособия в телефоне, еще где-то. Ну и некоторые люди наоборот, берут на себя слишком много обязанностей, таким образом вызывают провоцирование, более ухудшающее для состояния организма. Поэтому мы сегодня об этом всем поговорим, что-то где-то продемонстрируем. Если кто-то захочет быть ассистентом, я буду только очень рад. Перейдем к следующему этапу. Какой перечень состояний, при которых оказывается первая помощь в новом приказе? Есть некие изменения. Пожалуйста, поднимите руку, кто вообще с приказами знаком до момента, которые вышли 1 сентября 2024 года, а именно 21 сентября 2011, когда было последнее изменение без поправок. Кто-нибудь вообще знает, какие состояния необходимы, чтобы вы на них обращали внимание и оказывали первую помощь? Даже два текста так рано поставишь, и тебе, скажем честно, нет. Потому что люди говорят, это же буквы. В этом вся и суть. Я к тому, что Министерство здравоохранения действительно работает над системами, и это очень важно, что они просматривают, пускай даже спустя 10 лет, какие-то изменения в законодательстве. Но если вы их не знаете и принимаете какую-то помощь, оказываете в процессе, вы должны все-таки понимать ментально, в первую очередь, а можете ли этого делать. То есть это очень важно, потому что иногда кажется, что где-то почитали в интернете, были на курсах в каких-то магазинах, там, аудор-центрах, да, и где-то как-то что-то уже вроде получили поверхностно, но в то же время не знаете АЗОВ. Не зная АЗОВ, очень трудно выстроить саму систему алгоритма. Вот поэтому я немножко расскажу вам, что у нас с 1 сентября 2024 года есть в России и что у нас было вкратце до момента изменения этого закона. Итак, обновленный перечень состояний, при которых гражданин Российской Федерации должен по необходимости, по возможности, в рамках компетенции оказать первую помощь. Вот, это у нас первое. Это отсутствие сознания. Что такое отсутствие сознания, все прекрасно понимают, человек не подает никаких признаков жизни или признаков движения, что вот в вашем понимании сознания? Признаков движения. Движения. То есть человек лежит, сидит без каких-либо движений, которые вот заставляют ваш взгляд сосредоточить внимание. Но что-то случилось не то. Да, вот вроде сидит человек в кресле, там, уснул. Вроде кажется, что он спит на лекции, но в то же время вы видите, что он не дышит, он не реагирует на звук даже, он не реагирует на то, что мы включаем и выключаем свет. То есть он без всевозможных движений. Дальше. Остановка дыхания или остановка кровообращения. То есть если вы видите, что человек, к примеру, еще и не дышит, и у него вдруг ни с того ни с сего потекла кровь из носа, это тоже вам первые признаки к тому, что это является перечнем состояний. Следующее. Нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом или иные угрожающие жизни и здоровью нарушения дыхания. Перед лекцией пошел, купил, съел маффин. Ну, может быть... Запал язык. Ну, язык западает немножко в другой системе функционирования организма, когда организм расслаблен. Именно поэтому причина западения языка. То есть не потому, что вот вы сейчас говорили, ни с того ни с сего у меня запал язык, потому что я слишком много и активно говорю. Нет. Из-за того, что организм расслабился. Вот когда вы спите, да, вы же расслаблены максимально. Да, то есть в этом случае и ваш язык тоже расслаблен максимально. Следующее. Наружные кровотечения. Не путайте, пожалуйста, момент, когда вы слышите, вы должны оказать помощь при кровотечении. То есть нужно понимать, это внутреннее кровотечение, которое вы диагностировали, либо это наружнее. То есть при внутреннем кровотечении маловероятно, что вы сможете оказать какую-то первую помощь. Действительно. Вы не сможете внедриться в организм, что-то там перетянуть и каким-то образом наложить повязки либо жгуты, чтобы создать какую-то остановку кровотечения внутри. Все. Этот механизм запустен внутри организма, и вы не сможете его контролировать никак, кроме как диагностировать и сообщить об этом. Далее. Я выделил пятый пункт оранжевым цветом. Травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, термическими поражающими факторами и воздействием излучения. Вот здесь очень спорный такой момент, потому что, если вы обратили внимание, что в сегодняшнем мире, в Российской Федерации, слово термический и поражающий фактор начинает работать более активно. То есть раньше в современном перечне состояния до 2024 года так не описывали. То есть растут люди, растет наука, и люди начинают реально понимать, что все может оказывать воздействие на организм и таким образом воздействовать не только излучением, но и какими-то там иными способами воздействия. Когда вы не ожидаете, что там рядом с вами что-то произойдет. В рамках как бы определенных этических соображений я контролирую речь и стараюсь не говорить о чем вы можете догадываться. Поэтому лично я, когда изучал термический поражающий фактор, для меня это было вам моментом двойного назначения. Первое. Если здесь момент связанный с отморожением, охлаждением, то есть любой вам Google сообщит информацию, что где-то как-то мы на 5-7-8 картинке вы уйдете в разряд, что да, это относится к вопросам, связанным с холодным воздействием на организм. В предыдущих приказах это был отдельный пункт, он был вынесен, да, и он звучал следующим образом, я процитирую просто то, что существовало. отморожение отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. Это прям нот очень понятный, вы реально понимаете, что многие из вас занимаются активностью не только в летнее, весеннее, но и в осеннее и зимний период времени, когда действительно охлаждение это очень важный фактор того, что может принести организму ущерб. Я хотел бы указать, что термически поражающий фактор скорее всего государство попыталось внести это туда. То есть просто вы этого нигде не увидите в процессе самой лекции. Я попытался сделать этот акцент именно на этот пункт. Далее. Отравление. Ну, с отравлениями все понятно. Сейчас отравиться можно везде, даже там, не знаю, покупая готовую еду в магазинах, либо отравиться где-нибудь выйдя на дальние рубежи, там, на какую-нибудь частную программу, где вы не имеете стопроцентную достоверность качества оказываемых услуг поварам, ну, либо старшим группы. Ну, кто-то не помыл руки или еще что-то. Либо принятие каких-то инородных невозможных там, заграничных препаратов. Люди иногда не знают аннотацию. Это тоже интоксикация. Алкоголь, всевозможные моменты, связанные с когда вы вдыхаете газы, это тоже является отравлением. Следующий момент укусы и ужаливание ядовитных животных. Это не опечатка, это действительно факт, что животных, ядовитные животные, ну, для меня это немножко вот классификация такая спорная, но тем не менее этот пункт появился в этом новом приказе. то есть укусы это что, змеи в первую очередь, пауки, там, ну, какие-то, может быть, регионы там, Российской Федерации, где действительно это может произойти на сегодняшний момент. Судорожный приступ, сопровождающийся потерей сознания под пунктом 8, его тоже добавили и очень хорошо, потому что раньше его не было, и на сегодняшний момент это достаточно распространенный вид заболевания, который действительно, ну, он не то, что не лечится, чаще всего люди просто задают спорные вопросы, как оказать помощь человеку, у которого начался приступ, что в первую очередь делать, там, кто-то, вы помните, да, раньше в СССР говорили, вставьте зубы что-то, чтобы язык там не запал, ну и так далее. На самом деле, да, это все раньше существовало, и описание этим мероприятий тоже были в советское время, но сейчас все немножко изменилось, и есть некий алгоритм, который позволяет минимально сделать затраты, даже ваши физически, как помощника, но тем не менее максимально сделать для человека, у которого этот приступ начался. Поэтому это очень здорово, что судорожный приступ появился как одна из частей перечня состояния. про него мы тоже поговорим сегодня. Да, обязательно, да, ребят, потому что это очень важно, я очень рад буду поделиться своим опытом, и очень буду рад выслушать чьи-то, может быть, тоже чьи-то опыты, чьи-то, может быть, практические занятия в этом плане. Вот, и очень интересный момент это острой психологической реакции на стресс. Это прям спорный вопрос, но тем не менее он действительно выгорающий. Ну, то есть выгорающий для нашего современного общества, потому что иногда люди, вот, пройдя все испытания, оказав первую помощь, потом садятся и понимают, что вот все, ему с этим жить. Там, да, извините, он там не сделал правильно сердечно-легочную реанимацию, и его отвели, сказали, все, извини, то есть это финал. Вот человек начинает эмоциональное состояние появляться, плачь, кто-то пытается его успокоить, там, не плачь. То есть, когда человек плачет, дайте ему выплакаться, это быстрее делает ему разрядку, то есть он будет спокойнее через несколько минут, но не доводите до состояния, когда это перерастает в агрессию, когда начинается истерика. Между плачью и истерикой я скажу буквально там несколько минут, то есть насколько человек накручивает себя, и насколько ситуация действительно очень серьезная. Поэтому добавили пункты пятый, седьмой, восьмой, девятый, но в пятый пункт совместили те моменты, что я вам ранее уже сказал, это вызваны механическими, химическими повреждениями, да, и воздействием излучения. Ну, излучение это что? Ну, кто может пример какой-то привести, что такого прям может повлиять? Солнечный ожог. Хорошо, солнечный ожог. А что еще, кроме солнечного ожога? Ну, радиоактивность какая-то, да, то есть человек зашел в зону, где действительно, то есть ему после определенного количества времени стало плохо, он упал, расслабился, у него потери сознания, дальше тошнота, захлебывается, дальше потери дыхания, и все. То есть из элементарной состояния воздействия излучения это переходит в ухудшение. Вот, поэтому это очень важная оценка того, что есть. Поэтому это очень важный перечень состояний, которые я хотел вам продемонстрировать. И я немножко отвлекусь. Я заранее подготовился, создал телеграм-канал, куда закачал все приказы, все перечни, и в конце мероприятия я вам дам ссылку, вы можете онлайн теперь иметь у себя в телефоне все. И пособие в том числе. То есть это все, что на сегодняшний день мы имеем новое. Я думаю, это достаточно хорошая опция, вам не нужно будет искать это в интернете. Есть и пособие от Минздрава, есть от МЧС, которое обновило после выхода закона, есть и сам приказ, в котором прописана непосредственно перечень состояния и мероприятия, ну и есть приказ об аптечке. Поэтому в конце лекции вы сможете получить доступ, если этого у вас нет. Прошу прощения, потерял пульт. Перейдем к следующему сайт. Какой порядок оказания первой помощи? На этом слайде как бы демонстрируется положение человека для восстановления, но при этом ему холодно, его упаковывают в гипотермический мешок. То есть есть определенный процесс, который мы называем алгоритмом. И чтобы начать правильно оказывать первую помощь, вы должны знать порядок. Вот наглядный пример того, что у нас имеется в новом приказе, это порядок оказания первой помощи. Я процитирую каждый пункт и разберу его отдельно. Первое. На месте происшествия в безопасном месте. Если вы реально видите ситуацию, в которой произошло некое несчастье для человека либо для группы людей, вы реально должны понимать, где это произошло. К примеру, проезжая часть, горы, водоем, либо это может быть какое-то мероприятие на лекции, кто-то на улице забежал к нам и попросил оказать первую помощь. То есть мы должны понимать само место происшествия. Это говорит нам о том, что мы можем создать картину того, что произошло и по какой причине человек пострадал либо пострадали люди. Потому что не понимая, что это за ситуация, мы можем оказаться в подобной ситуации и быть также соучастником и получить на себя какое-то воздействие. Тем самым мы свою жизнь зададим в опасность. То есть мы отправляем себя, будучи компетентными, на оказание первой помощи в опасное место. Вот. Далее. Во время транспортировки медицинскую организацию порядок оказания здесь допускается, что в процессе, когда вы оказали первую помощь и изъявили желание к примеру лететь там на вертолете либо на машине и контролировать человека и помогать ему, потому что это ваш брат, ваш родственник и по какой-то причине там, ну, скорая помощь в локацию не может приехать, вы в процессе своих компетенций, в рамках своих компетенций можете продолжать оказывать эту первую помощь даже в момент транспортировки. Это очень важный процесс, потому что иногда бывает так, что кто-то оказал первую помощь, кто-то проголосовал автомобиль, третье лицо изъявило желание доставить этого человека в медпункт, но оно некомпетентно и, соответственно, вы фактически передали пострадавшего по своей инициативе в третьи руки для того, чтобы человека отправили в медицинское учреждение. Желательно, конечно, сделать сопровождающий момент и оказать до момента принятия медслужбы вашего пострадавшего и если что-то понадобится, вы всегда можете вовремя оказать дополнительную помощь, расширенную, которую, допустим, уже учат медиков, спасателей и пожарников. Дальше. Следующий момент. При отсутствии угрозы жизни для лица, оказывающих первую помощь. То есть, пройдя эти два первых пункта, вы должны понимать, что если вы видите, что ситуация критическая и как только вы оказываетесь в этой ситуации и становитесь ячейкой этой несчастного случая, должны сделать оценку, можете ли вы это оказать или нет. Если вы морально не готовы, понимая, что вы переживаете за свою жизнь, то здесь вам остается только миновать все этапы, порядка, и просто вызвать скорую помощь. Но если вы имеете компетенции, прошли много курсов, и вы реально понимаете, как работает алгоритм, то вы, соответственно, можете, используя алгоритм шаг за шагом, к примеру, вытащить человека из той или иной ситуации, по возможности перетащить, и тем не менее понять, что в какой локации вы можете сделать эту первую помощь. То есть, это не говорит о том, что вы, не дай бог, где-то столкнулись, там, не знаю, на дороге, либо где-то столкнулись на горнолыжном склоне, и вдруг вы понимаете, что третье лицо, которое к вам приезжает, говорит, мы готовы оказать вам первую помощь, вы должны сразу понять, что, а не находитесь ли вы вместе с этим человеком в опасной ситуации, потому что на вас могут наехать еще там несколько лыжников или сноубордистов, либо если вы выходите в момент ДТП, открыли дверь, да, начинаете разговаривать, а в этот момент в темноте кто-то в вас улетает, и таким образом он усугубляет состояние. Ну, то есть, этот пункт очень важен в порядке оказания первой помощи, это оценка. Мы ее сейчас тоже детально разберем. Далее, порядок оказания первой помощи допускается при отсутствии отказа от пострадавшего или его представителя. Ну, допустим, кто-то потерял сознание в присутствии какого-то друга либо родственника, неважно, возьмем, к примеру, ситуацию на водоеме. Ну, там, солнечный удар, да, и вы видите, что человек лежит, у него там, ну, бездыханное тело, а кто-то из его родственников плавает, купается или еще что-то делает. Вы начинаете оказывать внимание и, тем не менее, пытаетесь посмотреть, как бдительный гражданин, что действительно с человеком что-то неважное происходит. И тут подбегает человек и говорит, не надо, я разберусь сам. Либо отойдите, я не буду это делать, что с ним произошло, что вы сделали. То есть, психологическая пошла реакция. То есть, ваша задача получить не разрешение от этого представителя, да, а получить, как бы, информацию. Вы готовы, что вы можете оказать ему первую помощь? Если вам говорят, что я не даю вам разрешения, вы вправе продолжать оказывать помощь. Потому что это может быть психологическая сторона реакции, но тем не менее, если вы видите, что человек, который лежит и не дышит, не дает признаков жизни, и вы знаете компетенции, свои права, возможные отношения к первой помощи, то вы это делаете. Это очень важный момент, потому что иногда люди стоят и не знают, что сделать, потому что, ну, я вот боюсь, иногда говорят, да, я инструктор по горным лыжам, да, но я боюсь выйти за рамки ограждения сетки, чтобы оказать первую помощь. Я дождусь сейчас лыжного патруля. Ну, здесь очень такой тонкий момент, но тем не менее, если вы не получили разрешение, оказывайте помощь, если вы в рамках своих компетенций это можете делать. Если пострадавший вам в какой-то момент не может ответить, что он дает свое согласие на оказание первой помощи, оказывайте первую помощь. Вы за это не будете наказаны. Об этом мы разберем все детали чуть-чуть позднее. Вот. Порядок оказания может выполняться как в полном, так как и в отдельном мероприятии. Перечень мероприятий будет следующим слайдом, и мы это просмотрим. Первоочередность зависит от тяжести состояния, приоритеты отдается детям. То есть, это вопрос очень тонкий, когда вы реально понимаете, что произошла какая-то массовая ситуация, чрезвычайная, где есть два или более пострадавших, и вы в какой-то момент видите, что среди взрослых есть ребенок, либо подросток, либо вообще там школьник, то вы должны понимать оценку происходящего. Если в рамках компетенции вы один, всего лишь наблюдатель в этой ситуации, оценивая и сортируя пострадавших, постарайтесь приоритет отдать в первую очередь ребенку. То есть, чем это необходимо обосновать? Тем, что российское государство создало алгоритм оказания первой помощи, и для них дети являются первым организмом, который должен действительно получить первую помощь. Есть вопрос такой, связанный с самолетом. Если помнишь, когда идешь в самолете, не знаю, может быть сейчас, конечно, в новом законе я просто летал после него. Договорят, сначала надень маску на себя, затем на ребенка. И после нового закона поменялось? Ну, на самом деле, здесь, наверное, это алгоритм уже авиакомпаний мирового стандарта. И здесь, наверное, вот данная ситуация, мне кажется, она не распространяется, потому что мы сейчас говорим о подаче кислорода, который формируется за счет определенного химического процесса. Там же реально нет баллонов с кислородом. Вы же прекрасно понимаете, что вы не получаете чистый кислород. Да, вы получаете определенную смесь, которая вступает в реакцию за счет химических взаимодействий. Поэтому, если вы в самолете считаете, что необходимо одеть маску на ребенка в первую очередь, а в этот момент потеряете сознание, ну, по какой-то причине, то это получается немножко обратная сторона. Поэтому у авиакомпании свой алгоритм, который говорит о том, что вы должны как взрослый сначала одеть маску себе, чтобы вы уже были во внимании, и дальше одеть маску ребенку. Но мы говорим сейчас о живых людях, которые летят в самолете. А если мы говорим о вопросах, связанных с тем, что, ну, не знаю, вот, любой пример разберем, детский горнолыжный инструкторский склон, к примеру, где-нибудь в Подмосковье, да, вы отдали своего ребенка там на мероприятие под названием инструкторская школа. и в какой-то момент, ну, к примеру, да, ребенок выехал, ну, не удержался на лыжах и оказался в зоне, где, допустим, вешки не разрешают кататься взрослым, но там оказывается взрослый, либо какой-нибудь сноубордист, все имеют разное ментальное состояние зимой, катаясь на горнолыжных склонах, и происходит столкновение. Да, возможно, что кто-то обратит внимание, что нужно оказать первую помощь тому, кто врезался, да, а если он врезался в ребенка, естественно, нужно понимать взаимодействие, что ребенок в данной ситуации является, наверное, более правильным моментом подойти и оказать ему первую помощь, потому что это организм, в который врезались, да, но здесь нужно понимать степень тяжести, то, что может происходить на склоне. На самом деле это хороший опыт, если вы где-то каким-то образом коммуницируете с организациями, с предприятиями, где есть и детские школы, и всевозможные кружки, где происходит также обучение по первой помощи, потому что есть некое взаимодействие того, как должен вести себя инструктор либо преподаватель, когда он находится в таких школах. Поэтому прописали следующим моментом, что приоритет детям. В предыдущих обновлениях, которые были до 2024 года, акцент на это не делали. Вот. Следующий пункт, восьмой, укладки, наборы, комплекты и аптечки с применением медицинских изделий или лекарственных препаратов. Часть пятая, статья 31, закон федеральный 3.2.3. Что здесь такое у нас изменилось? Глубоко в этот закон запрятали то, что мы можем комплектовать аптечки, которые у нас по идее... А вы там не хотите сесть? Нет, я здесь не сидел. Ну, смотрите. Когда лекарственные препараты на слуху есть, что вы можете дать? Что случилось-то? А вы знаете, кто это? Анастасия, это посетитель или нет? У нее вещи есть здесь какие? А вы кто? Я Матвей. Матвей. А что случилось с Матвей? Тяжело дышать. У меня астма. Астма? А у вас есть венталин или что-нибудь в какой-то момент? Сзади в кармане. А где вы видите? Сзади в кармане. Разрешите, меня зовут Денис. Я курс провожу. Я смогу осмотреть ваши карманы на наличие лекарства? Этот? Вы сможете сами принять? У вас есть силы? Нет. Я вам помогу? В данном случае это постановка. В данном случае я хочу... Да. В данном случае вы можете сделать момент с тем, что средство от астмы сам пострадавший может принимать, если он сознание. Но ваша задача в реальности это вложить в руку максимально, зажать ее и одним пальцем по возможности помочь, если у человека не хватает сил на то, чтобы сделать ингаляцию. Сколько ингаляций вы знаете делает примерно? Два пшиха. Два пшиха, да? То есть, но делается так, чтобы... Матвей, вы продемонстрируйте нас, я вам немножко помогу, потому что я, честно сказать, некомпетентен в этом плане? Вам полегче? Да. А как вы тут оказались? Я пришел на лекцию и мне с собой мама дала лекарства. Мама дала лекарства. А вы... Вам это доктор выписал? У вас телефон есть мамы? Да. А вы не против, если мы вам скорую помощь вызовем, а потом позвоним вашим родителям? Нет, не против. Это очень важный момент. То есть, если вы будете сразу рассказывать то, что алло, скорая, у меня здесь Матвей и у него астма, возможно, что кто-то там как в виде оператора, если вы позвоните на 112, уйдет определенный процесс времени, прежде чем он вам скажет, а вы посмотрите, нет ли у него что-то в карманах либо в куртке. Иногда бывает так, что люди просто-напросто, зная, что у них существует определенное лекарство по назначению, это используют. У себя где-то располагают в каких-то специальных карманах, там, не знаю, есть ли это, к примеру, эпинефрин, адреналин, да, ну, строго по рецепту, то это все должно быть в определенных местах в сумке либо где-то вот недалеко, если кто-то диабетик, кому-то инсулин и так далее. Поэтому, если человек в состоянии разговаривать, и он оказался с вами вербально оповещает вас о том, что у него произошло, и речь идет о том, что есть лекарственный препарат, ну, который реально находится в доступе, его можно купить, ну, по идее, без рецепта, да, то вы можете помочь ему достать этот препарат, потому что если у него действительно одышка, и он очень тяжело дышит, и он упал, он может удариться головой, у него может произойти всевозможные ушибы и так далее, но ваша задача максимально оказать помощь и дать в руку, допустим, этот аппарат, для того, чтобы он сделал несколько вдохов. После того, как пройдет определенное количество времени, сейчас вот 3 минуты прошло, вы должны просмотреть, если ему лучше, то надавливать дополнительно несколько пшиков, да, нет необходимости, то есть вы должны контролировать, вы должны позвонить и сообщить непосредственно в скорую помощь о происшествии, если у него есть телефон, то он должен набрать родителям, сообщить, что он находится в лекторе Альпиндустрии, да, и у него произошел вот такой вот момент со здоровьем, то есть не забывайте, что если вы где-то каким-то образом начинаете оказывать вот эта легкая первая помощь, ну, это реально самое простое все, что вы можете оказать, но где она может произойти? В лектории, в горах, я не знаю, в альплагере, где-нибудь на яхте, там, на сейлинге, ну, не важно где, в Турции какой-нибудь, где вы просто-напросто с кем-то оплатили лодку и плаваете, и увидите реальную ситуацию, поэтому чаще всего в Европе и в Америке, там, в Северной Америке, те, кто оказываются в составе группы, клеят себе определенные бейджики, у меня астма, и люди уже понимают, что это некий момент, что у меня существует проблема, и если со мной что-то произойдет, пожалуйста, посмотрите у меня этот препарат, либо у меня реальный приступ эпилепсии, люди не стесняются, потому что там более открытый процесс, Матвей, больше так не поступай, можешь пойти посидеть в зале и дуй отсюда больше, не оказываются в такой ситуации, и я не знаю, карманы за шею, в следующий раз ты ее потеряешь. Хорошо? Давай, спасибо. Благодарю. То есть это вопрос лекарственных препаратов, которые я бы вам рекомендовал разобрать самостоятельно. Почему это длительное время? Объем лекции нам... Да? Очень тонкий вопрос. Если это не осмотник, а торчок, который формально держит какое-то средство, которое я никак не знаю, я беру, помогаю ему руку это делать, появляются бравые парни, и говорят, ха! Вопрос очень тонкий, да, но если в данном случае вы реально понимаете признаки, которые... Ну вот пришел человек к вам в данной ситуации, да. Компетенции человека, который оказывает первую помощь, они узкие. Вы оценили ситуацию и задали процесс оповещения. Человек сказал, что у меня астма, у меня есть венталин в кармане. Если, простите, человек, который потребил наркотические средства, скорее всего, он будет невербально стабилен, и маловероятно, что он будет коммуникабелен, и у него будут иные моменты, связанные с движением. Да, поэтому это тонкий вопрос, я согласен, но здесь нужна практика, и мы немножко к этому вернемся, к этому состоянию тоже. Да, спасибо за вопрос, это очень интересно, и чаще всего очень много в реальной ситуации, ситуации в больших городах, я имею в виду, если мы говорим не про дикую природу, то да, возможно, что вы где-то с этим будете сталкиваться, но здесь нужно очень тонко понимать, готовы ли вы оказать помощь наркозависимому человеку, там, ну, в условиях, к примеру, города. Проще иногда вызвать все-таки мероприятия со скорой помощью, либо может быть рядом проходящий полицейский, который, скорее всего, может быть, также окажет в более компетентном, расширенном формате. Я благодарю за вопрос, я надеюсь, я постарался ответить на него грамотно. Вот, если у вас, допустим, есть какие-то моменты, там, инсулины и прочее, если вы говорите, да, у меня есть там укол, да, есть определенные дозы у человека, то есть, соответственно, это тоже говорит о том, что иногда люди с собой это носят, вот, и если мы говорим про адреналин и пенифрин, который у нас в свободном доступе запрещен здесь, в России, то в других странах, да, это спокойно продается в аптеках, вы можете это купить без рецепта. Чаще всего это оранжевого цвета, такой же карандаш, большего в объеме, в размеры, где есть две дозы, да, ну, то есть, для того, чтобы, если вы увидели анфилактический шок у человека, да, то первый укол, второй укол, этот шок снимает. Но это отдельные моменты, которые больше относятся к медикаментам, поэтому я на лекции, а, чаще всего колет в ногу, самый простой вариант, да, в бедро, внешнюю часть, и стараются размассировать, чтобы действие лекарства увеличилось по времени. Так. Также допускается использование подручных средств при порядке оказания. Я просто к чему говорю? К тому, что вы можете, ну, к примеру, если какой-то перелом, можете использовать какие-то специальные шины, а можете просто, если оказались где-то вот недалеко от каких-то, не знаю, там мусорных баков, и увидите, что у человека там сломанная нога, либо у вас что-то произошло, вы можете использовать обыкновенный картон. Да, понятно, что он там в дождик, ну, размокнет, не будет действовать, но если, к примеру, его совместить где-нибудь под бедром, то маловероятно, что я смогу согнуть ногу. Это дешево, сердито, и на сегодняшний момент есть даже лекалы, которые позволяют это использовать в Европе, и в Канаде, там, в Америке. Это более усовершенствовая модель, и мы к ним тоже вернемся. Вот. Мы сейчас проговорили 9 пунктов. Я не знаю, почему и кто в государстве создал все по 9, но в реальности вы обратите внимание, перечень 9, это 9, все везде 9. Я сам удивился этому моменту, поэтому это не лично мое написание пунктов. Да. Перейдем дальше. Оценка местности, последовательность. Вот в чем смысл самого процесса, алгоритма. это последовательность мероприятий. Да. Простите. А? Просто были как буративные. Да, первое, я постарался это оказать, расписать как оценка, это причем, обратите внимание, это не приказ создал вот так вот писать, это все дело, это интеллектуальная собственность моя, которая доработала существующий закон и наложила его на формат того, как человек может это запомнить. то есть, зная слово оценка, вы можете записать сразу определенные важные вещи. И это очень помогает. Это основной принцип последовательности. Он также прописан в приказе, да, и если вы откроете приказ, то везде такие же будут пункты, но просто где-то может быть некорректен будет первое вам какое-то предложение, но тем не менее это будет общее понимание ситуации. Это опасности риски. Про опасности риски мы уже поговорили. Если ситуация произошла, ну, любой пример мне назовите, чтобы я разбирал, сам не придумывал, кому интересно горы, дорога, что-нибудь. Про горы. Про горы. Давайте возьмем про горы. Ну, какая ситуация в горах, к примеру? А? Перелом ноги. Перелом ноги. Какая местность? Давай за территорией курорта. За территорией курорта. Выехал за трассу, да? Мы сейчас про что? Про катальщика, про велосипедиста, про кого говорим? Про катальщик, потому что он все-таки перед игром. Сноубордист, да, окей. То есть, в лесу, отличные данные. Водный, фрирайд. Супер. То есть, мы пришли к моменту. Выехал за территорию трассы, сломал ногу, правильно, за территорией курорта. Соответственно, вы наблюдаете ситуацию. Это произошло у вас на глазах. Правильно. Что в первую очередь вы можете сделать в данной ситуации? Посмотреть, что мне ничего не огражает. Окей. Любой горнолыжник, либо сноубордист, оказавшись на горнолыжном курорте, наверное, скорее всего, подойдет к стенду, да, где будут написаны номера патрульной службы, спасателей и всего остального. Но это, как практика говорит, чаще всего не происходит, но тем не менее, очень важно эти телефоны иметь у себя в вашем списке контактов. поэтому по необходимости, если вы видите, что где-то рядом есть патруль, по возможности, если есть коммуникация в виде радиостанции или телефона, либо передать кому-то третьему, чтобы кто-то спустился, вам необходимо оповестить ситуацию о том, что произошло. Но если этого ничего нет, если это какой-нибудь горнолыжный склон не такого формата, как большие краснополянские курорты, либо хибины, или еще где-то, возьмем, к примеру, там, Камчатку. На Камчатке тоже очень много горнолыжных склонов, но момент, то, что везде существует патруль, это редкость. Вот. Поэтому, если вы вдруг катаетесь где-нибудь на склоне частного горнолыжного комплекса со стороны Козельского вулкана, маловероятно, что там кто-то сразу прибежит и вам окажет помощь. Вот. Поэтому это очень важный момент. И если вы это увидели, произошла ситуация, то ваша задача оценить то, что произошло в момент. Опасности, риски. Первое. Вас могут въехать, если вы остановились на склоне и вы видите поток. Риски. Если вы спуститесь за территорию склона, какие вероятности того, что вы не свалитесь куда-то. Поэтому, прежде чем оказывать какую-то помощь в данной ситуации, вы должны оценить возможные риски, касающиеся вас, не пострадавшего. Вы теперь уже человек, который инициировал первую помощь. Если вы реально понимаете, что вам необходимо сделать оценку, вы делаете это максимально быстро. Второе. Если после оценки понимаешь, что есть определенный, не знаю, полусфера, квадраты, либо какая-то зональность, треугольник, вы должны понять центр этой безопасности. То есть, к примеру, оценили, что да, вы можете спуститься аккуратно к этому пострадавшему, и правее, левее, сколько-то метров выше, маловероятно, что вы сможете куда-то его подтянуть, если он сломал ногу. Вы должны максимально посмотреть, нет ли лавинной опасности, потому что, если мы говорим за территорию склона, это говорит о том, что вы можете оказаться в зоне лавинной опасности. Ваша задача найти центр безопасности, в первую очередь, для вас, и если вы инициируете каким-то образом транспортировку пострадавшего, для того, чтобы вытащить его тоже в зону безопасности, вы должны найти центр безопасности. Это очень важный момент. То есть нельзя проводить ее на месте, понимая, что у вас там, к примеру, какой-нибудь карниз, либо еще какой-нибудь пострадавший, который сейчас на эту территорию также выскочит и упадет на вас двоих. В этом случае тогда уже будут три пострадавших. Это уже сортировка, это совсем уже другая ситуация с первой помощью. Вам придется ждать, пока кто-то приедет уже, да, и окажет вам полноценную помощь. Поэтому оцените ситуацию, прежде чем принять решение, готовы ли вы оказывать в этих условиях первую помощь. Если не готовы, и это действительно риск для вашей жизни, остановитесь, дождитесь спасателей и будьте маяком для того, чтобы действительно контролировать людей, которые едут дальше, чтобы они также не выскочили за эту территорию. Это мы примерно взяли сюжет, который вы, уважаемые гости, как бы инициировали. Далее. Если, пройдя два основных момента, вы нашли центр безопасности, реально понимаете, что у вас нет опасности, для вас рисков не существует, вы задаете естественный вопрос, что случилось? Ну, то есть, он у вас возникает, как ты сюда вылетел, как ты тут оказался, как давно ты здесь находишься? То есть, вы задаете вопрос для того, чтобы собрать максимум информации, передать ее, допустим, службам, которые вы вызвали уже по возможности. Далее. Незнакомые люди. Незнакомые люди могут быть рядом, которые с вами катаются, незнакомые люди могут быть находиться, может быть, где-то в этом же районе катаются фрирайд, либо люди, которые оказались, помимо того, что вы увидели только одного пострадавшего, а может быть, он выскочил туда на пару со своим напарником, и он чуть ниже так же валяется, с переломанной ногой, либо еще с каким-нибудь, может быть, другим увечьем, ну и так далее. То есть, вы можете только это инициировать. Поэтому нужно делать оценку и понимать, сколько людей у вас находится в зоне, в которой произошел несчастный случай. Следующий. Контроль рисков. Контроль рисков здесь момент какой? Не нужно контролировать вот ту лавину стоять, к примеру, либо вот ту вешку, либо того человека, который на вас издалека смотрит и во все горло кричит, что случилось? А ты говоришь, да иди, вызови мне скорую помощь, либо спасателей. Контроль рисков это сам процесс, когда вы начинаете оказывать помощь этому человеку. Вы в какой-то момент можете там выстегнуть сноуборд, если вы тоже сноубордист, где-то встать неправильно, провалиться под снег, удариться и так далее. И очень важный момент это средства индивидуальной защиты. Когда вы оказываете первую помощь, если вы профессиональный райдер и у вас есть определенный комплект в вашем рюкзаке, вы реально понимаете, да, нас учили, нам нужно делать осмотр пострадавшего, либо делать оценку, потому что это очень важно, что у вас есть средства индивидуальной защиты лично для вас, не для пострадавшего. Вы принимаете на себя уже обязанности, которые действительно влекут для вас последствия для вашего здоровья. Это основные моменты, но когда вы дошли до них, собрали все это воедино, понимаете, что вы не в состоянии все это сделать. Алло, скорая, спасатели, 112, 103. Мы на данном случае рассмотрели здесь ситуацию где-то на склоне, со сломанной ногой. это делается либо вот здесь, либо здесь. Все зависит от ситуации, в которой в реальном находится момент. То есть иногда люди говорят слово в моменте. Да, я забыл позвонить. А некоторые наоборот. Вас двое. Звони в скорую, мы оценим обстановку, мы примем решение, и кто-то уже заранее позвонит. Но если вы собрали информацию ранее, и в момент, когда вы звоните в 112, вы чаще всего поступаете правильно, вы сообщаете более корректную информацию, что произошло с пострадавшим. Вы можете ему сообщить информацию района, что у вас пострадавший с переломом ноги, вы находитесь на горнолыжном склоне там в таком-то регионе, примерную точку и так далее. То есть вы создаете полное интервью, которое передаете уже в скорую. Если вы позвоните здесь, алло, скорая, я вижу человека, который выехал за территорию трассы, да, возможно, что вы не соберете информацию никакую. Может быть, вы этого человека не видите. А если действительно вы его не видите и неизвестно там, где он находится, вам туда лезть нельзя, потому что вы оцениваете опасности и риски. То есть, если это произошло вот в реальности, что вот где-то вот в лесу, и вы видите человека в зоне видимости, видите там горнолыжный склон, еще можно принимать какие-то действия, но оценив первые все пункты, вы должны понимать, что вы передадите в скорую. Я за то, чтобы вот это алло было здесь, да, хотя оно в алгоритме прописано по перечню в законодательстве внизу, но пишется так, или если вы не позвонили ранее, ну, то есть, это такой двойной стандарт, поэтому, ребят, если вы где-то увидели ситуацию, неважно, это горнолыжный склон, ДТП, ситуация с самокатом или прочее, да, по возможности звоните, ну, скорая помощь, она приедет к вам даже раньше, возможно, да, в локацию, и вы за это время уже сможете собрать информацию, не оттягивайте куда-то дальше, вы на это можете потратить в рамках отсутствия своей компетенции больше времени, и в итоге позвоните уже поздно, поэтому старайтесь оценку с алло скорая делать в первую очередь. Здесь есть какие-то вопросы? все ли понятно? Ну, вопрос основной, как это сказать, учитывая общий размер нашей страны необъятный, надеяться на то, что скорая приедет быстро, очень оптимистично. Согласен, да, я к этому моменту вернусь, если вы позволите, в конце уже лекции, да, и вам скажу, как это, в принципе, взаимодействие может быть. Да? Даже не всегда столько проблема, что в принципе, нет связи. То есть, ты не можешь позвонить, это очень частая ситуация, в которой лично не надо бывать. Отлично. Но, если вы реально понимаете, что у вас есть спутник, ну, к примеру, мы говорим о разных локациях, но оказались вы какой-нибудь там в северной части бухт Петропавловска-Камчатского, да, там единственное, только спутниковый телефон ловит, и вам там на лодке идти 15 часов, маловероятно, что там Ми-8 сядет где-нибудь на этом участке набережной, там бухты, вы реально понимаете, что вы все равно информируете МЧС, вы информируете о том, что ваша группа ранее зарегистрированная получила определенную там травму, да, а уже дальше МЧС и спасотряды принимают во внимание, как это должно взаимодействовать. То есть, это задача, в принципе, руководителей старших, туристов, кто берет на себя обязанности относительно связи. Вы обязаны, не важно, есть ли у вас связь или нет, вы должны принять все меры к связи, не важно. Раньше это было в советское время как? Люди бежали к автоматам, да, и не просто же написано было, что бесплатно звоните 03. Это был единственный способ связи и оповещения ситуации. А сейчас, в эпоху современных технологий, существует можно всяких кнопочков в СОС, всевозможных трекеров, которые передают сигнал СОС о той или иной ситуации. То есть, ваша задача оповестить. Поэтому, никогда не игнорируйте этот момент. Не берите на себя слишком много обязанностей, если вы просто человек в рамках компетенции, как гражданин, работаете по оказанию первой помощи. Да, связь очень важна и чаще всего, как назло, ее не бывает. Ну, это такой момент. Если мы говорим сейчас про группы аутдор-формата, но если мы говорим про естественную жизнь в городе, то, скорее всего, никто не откажет позвонить в скорую помощь и сообщить ситуацию. Я надеюсь, корректно? Про природные условия. Да. Ну, мне хотелось показать, что в любом алгоритме есть более расширенный процесс. Не зная АЗОВ, даже в формате того, что у вас существует в городе, либо дикой природы, люди допускают колоссальные ошибки. Они считают и делят, что в городе они всемогущие, а в город они приехали, они все знают, у них аптечка там огромная с контейнером размером, и они спасут вас, и вы домой приедете, сядете пить кофе рано утром завтра. Ну, то есть, все может измениться. Поэтому задача такая, что алло, скорая, алло, спасатель, МЧС, пожалуйста, у нас инцидент. Мы видели то-то-то-то-то-то-то. Это очень важно. Перейду дальше. Поведение обзорного осмотра. Это следующий этап. Это первичный осмотр. Я пробегу здесь вкратце по этому моменту. Как вы видели, я показал на Матвея первый. Кто этот пострадавший? Ну, который зашел в лекторий. Далее. Ограничение движения позвоночника. Ну, вы видите, момент связанный с тем, что человек сел, нагнулся, упал, вроде никаких сильных ударов он не сделал. Для чего этот пункт выносится, ограничение движения позвоночника? Для того, чтобы вообще образно понимать ситуацию с организмом. Потому что, если вы ситуацию видите, это одно, а если вы ситуацию не видите и видите, что человек, ну, реально издает сигналы звуковые, но в то же время не двигается, скорее всего, что-то произошло, если мы говорим, к примеру, про ДТП, либо какой-то срыв, либо про какое-то катание, когда человек прыгнул где-то на лыжах, на сноуборде, приземлился, и у него в какой-то момент действительно, то есть, ну, произошел там, перелом какого-то позвонка, к примеру. Если мы говорим про одну травму, а не про мультитравму. И оценка уровня реагирования. Оценка уровня реагирования, она делится на следующие пункты. Первое, это оповещение голосом. Тимофей, Саша, ты меня слышишь? Если он скажет, что да, это замечательно. У вас есть процесс коммуникации. Если он не слышит, но глаза открыты, вы можете создать вербальный контакт. Если ты меня слышишь, но не можешь ответить, да, пожалуйста, моргни глазами, либо попытайся открыть ртом, да, чтобы дать какие-то сигналы. Это очень важно. Либо попытайся там согнуть мой палец. Но таким образом ты можешь показать, что тебе действительно есть восприятие моего голоса. Боль. Когда нет оповещения нервального контакта, человек без сознания, но дышит, да, вы можете причинить человеку, ну, искусственную боль. Чаще всего это делают либо через палец, но если мы говорим, что человек в перчатках, вам зимой нет необходимости эти перчатки снимать, потому что вы уже переводите состояние организма пострадавшего в переохлаждение. Поэтому постараться сделать какие-то движения, в районе трапеции, ушей, для того, чтобы вызвать боль, тем самым заставить организм, среагировать и проснуться, создать какие-то звуки. Если этих реакций нет, то у вас фактически полное отсутствие реакции. То есть человек может быть в сознании, но не реагирует ни на чего. То есть полное отключение сознания. Но при этом он может дышать. Но может и не дышать. Поэтому вот после этой оценки очень важно понимать, как вы будете действовать дальше. Все слышали про Air Briefing Circulation, ABC. Формат, который существует. Да, в ЕК это. Да. У нас это дыхательные пути, вдох-выдох, сердцебиение. То есть это классический вариант, где у нас в дыхательных путях вы можете проверить, чисто ли там. Ну, допустим, кувыркался в снегу. Да, наелся снега, закупорка, там попытался вздохнуть, потерял сознание от того, что не получилось вздохнуть. Это шок. Дальше. Вдох-выдох. Если вы видите, что дыхательные пути чистые, насколько вдох-выдох адекватный. То есть вы должны понимать, человек дышит. Если дышит, как вот Матвей дышал, то это неадекватный вдох и выдох, значит, какая-то проблема с дыханием. Сердцебиение – это пульс. Есть оно, либо его нет. Но если мы говорим про ABC, circulation, дословно это переводится как кровообращение. То есть это не говорит, что сердцебиение. Но у нас, в наших перечнях алгоритмов, это прописано в законодательстве как сердцебиение. Еще существует очень важный момент. Это био. Быстрое исследование организма. Это сразу понимание того, что когда вы увидели в процессе оценки данных пунктов, видите ли вы наличие наружного кровотечения, видите ли вы признаки травм и видите ли вы либо аллергию. То есть аллергия – это один момент, который может вам показывать, что с организмом человека что-то происходит не то. Либо у вас признаки травмы, что человек ударился, и по этой причине он, возможно, потерял сознание. Либо у него наружное кровотечение, там в области где-то виска. Поэтому здесь очень важно просматривать сразу все по пунктам. Опять какая-то... Матвей, что ли? В общем, еще раз. Еще раз. Оповещение, вербальная боль, нет реакции. Ехал человек, упал при вас. Реально возможно ограничение движения позвоночника? Возможно, что что-то ударилось. Оценка уровня реагирования уже после визуального. Я вот, допустим, сейчас это не видел, но в то же время вы являетесь наблюдателями, то есть теми людьми, незнакомыми мне, которые скажут, Денис, пока ты тут смотрел на экран, у нас приехал пострадавший и упал здесь. Поэтому очень важно, если вы не увидели, то должны спросить, кто-нибудь видел, что случилось? Вы видели, что случилось? Что случилось? Навернулся парень. Навернулся парень. Дел трюк, делал график. Да, задача следующая. Если вы стали свидетелем подобной ситуации, вы должны реально понимать, как вы будете действовать. Многие начинают, ну, в реальности, да, с тобой все в порядке, ну, то есть уже нарушение организма. Вы, как соучастник оказания первой помощи, вы не должны никаких движений с организмом делать, тем более пострадавшего. Все, что с ним можно сделать, это... Да, все, что с ним можно сделать, это начать процесс, кто этот пострадавший. Матвей, опять ты? Молчит. Ребят, Матвей молчит. Ты меня слышишь? Если да, моргни глазами два раза. Супер. Он моргнул, да, моргнул, ребят. Я показал, супер, да. Я не имею права сейчас его голову вам поворачивать. Вот тут как-то он упал, так красиво. А теперь следующий пункт. Боль. Если вы получили два первых момента, стоит ли вам делать ему вот эти движения там? Ребят, этот алгоритм отсекается, то есть это тратится лишнее время. Поэтому вы получили оповещение голосом отрицания, да, но вербальным контактом вы реально понимаете, что человек сознания, он на вас смотрит. Жди. Сейчас дальше пойдем по пункту. Нужно ли вам проходить вот эти моменты ДВС, вдох-выдох, сердцебиение, чтобы вот так, Матвей, а ты дышишь? Какой у тебя вдох-выдох? Ну, то есть иногда алгоритм заставляет действовать чересчур у вас долго. То есть существуют определенные моменты, когда это произошло в моменте, что вы можете отсекать те или иные пункты для того, чтобы переходить к следующим шагам. Естественная поза или нет? Ну, поза сейчас у него неестественная, естественная. То есть вы реально понимаете, что вы смотрите на следующий пункт. Это быстрое исследование организма. Я вижу кровь здесь. У него на брови. Вот здесь кровь. Вот. А почему меня Матвей не слышит? А он наушниках? Ну, то есть это тоже некие исследования организма. Потому что он, может быть, вас слышит. Матвей, слышишь меня? Да. Да. Ну, то есть это кто у нас? Это человек, который катался на самокате. Да. Можно ли мне это делать? Нельзя. Ну, по сценарию шлем должен был слететь, потому что он его не застегнул. Поэтому мы немножко как бы отыграем момент более профессионально. В данной ситуации, если вы видите, что существует наушник, естественно, в первую очередь, да, это сейчас вся молодежь, даже взрослые ездят, слушают музыку, и не только на самокатах, в том числе и на горных лыжах, и на сноубордах. Поэтому очень важно вот эти правила, которые, ну, в рамках компетенции неправильное поведение на склоне, постараться освободить ему и дать возможность вас слышать. Ну, если вы не внимательны, если у него еще будет шапка, вы не поймете, по какой причине он вас не слышит. поэтому будьте внимательны к этим моментам. Вот, сейчас я положу. Оценив ситуацию, я могу спросить, Матвей, как же ты так опять? Я же тебя домой отправил. Как ты здесь оказался? Откуда ты ехал? Из дома. Из дома. Я вижу, у тебя течет кровь. Вот, позволь, пожалуйста, я остановлю тебе кровь. То есть, в этом случае вы можете использовать вашу личную аптечку. То, что у вас может быть под рукой. Если мы говорим о каких-то составах аптечки, о которых мы проговорим. То есть, я просмотрел, у меня есть гемостатическая губка. Там, допустим, маленького размера. Да, и я попытаюсь ее импровизированно наложить. Да, то есть, я не начинаю ему никаким образом там бинтовать голову, трогать ему шею, снимать ему шлем и прочее. Я вижу кровотечение. Он в сознании. И это первая задача моя остановить ему кровотечение. Он дышит. Я не должен ему каким-то образом двигать руки. Я должен попросить. Следующее. Матвей, если у тебя рука сгибается в локте, ты сможешь придержать себя? Да. Это максимум все, что вы можете сделать. Не давать ему команду вставать, распрямляться, никаких действий с позвоночником. Вот. Внешне, оценив ситуацию, вы видите, что есть самокат, который, возможно, его ударил. Вы можете его убрать? Можете. То есть, вам никто не запрещает. Таким образом, вы создаете минимальные риски, что вы пока будете оказывать ему помощь, об него споткнетесь и себя расшибете. То есть, это тоже считается риском. Теперь далее. Вокруг нас ничего не мешает для того, чтобы я смог оказать ему дальнейшие действия. Правильно. Но если есть какие-то действия, пешеходники, если, ну, я имею в виду, пешеходные переходы, какие-то там бордюры и прочее, нет необходимости человека поднимать, тащить куда-то, таким образом, нарушая его полное положение, в котором у него, возможно, существуют внутренние травмы. Мы не знаем. Поэтому основная задача здесь это сделать первичный осмотр. В процессе первичного осмотра, вот просто мне покажите, что действительно было бы правильным, ну, может быть, убрать из этого момента, вот пока я сейчас вам демонстрировал, и ускорить процесс ситуации, ну, чтобы я мог делать оценку. Что? Совершенно верно, да. Но мы же знаем, что у Матвея аллергия, не аллергия, а что у него астма. Мы же знаем об этом. Это он второй раз нам попал. То есть фактически мы собрали информацию. Ну, то есть я о чем говорю? Я говорю о том, что если в вашей группе катаются люди, о которых вы знаете много, вы можете, в принципе, заранее понимать, что с этим человеком может произойти определенная ситуация, где вы уже знаете, что необходимо делать. Если мы проговорим про аллергии. Можно вопрос? Да. А мы в процессе первичного осмотра должны останавливать кровотечение или что-то делать? Мы все-таки сначала заканчиваем осмотр, потом звоним в скорую, а потом уже... Вот смотрите, в данной ситуации, увидев, что Матвей оказался в такой вот непривожденный моменте, как падение самоката, я сделал первичный осмотр, я сделал оценку территории, что это безопасно, я убрал самокат, я звоню его маме и звоню в скорую. То есть я должен оповестить в скорую и оповестить опять его родителей, что Матвей оказался в подобной ситуации. Если я начну звонить сразу, не рассматривать человек, потихоньку начинает терять кровь. Но в данной ситуации, если вы не останавливаете кровь, это противоположность всем правилам мероприятия. Поэтому первое, что всегда делается, если человек у вас имеет наружное кровотечение и он в сознании, вы останавливаете кровотечение. Если человек не в сознании, не дышит и не подает признаков жизни, у него нет пульса, дыхания и вам необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию, делается сердечно-легочная реанимация. И в процессе, если существуют ресурсы в виде помощника или каких-то людей, которые могут оказать, остановить кровотечение наружнее, они это делают. Но сначала запускается сердце и возвращается человек в то. Да. Если вы увидите кровотечение наружнее, вот, сейчас где-то на воровит, Оно где-то там, куда не добраться, не пошевелить. Ну, я его не трогаю, вы видите, я вообще его не трогаю. То есть, вы видите, что... Я это увидел, да, то есть, я не... Есть кость, оно... Ну, как бы... Да, на слайде пятно там расплывается, снизу и все. Да. Вот. Здесь момент... Здесь момент следующий. Здесь в процессе коммуникации с оповещением человека, да, вы можете переходить в формат интервью. То есть, это я сейчас нажму вам слайд, я просто хочу сам процесс сценария, чтобы у вас шел постепенно, чтобы он 300 раз сюда не приезжал на самокате. То есть, это устранение очевидных угроз жизни и здоровья, это критические меры. Вот в данной ситуации он в сознании, и самая важная критическая мера это остановить кровотечение. То есть, не снимать шлем, не оттаскивать его там, если это где-то случилось на проезжей части, вы реально понимаете ситуацию, что здесь автотранспорт, то есть, это максимально создать ситуацию, чтобы автотранспорт остановился, там, ну, не пытаться тащить его через всю, как бы, проезжую часть. Таким образом, вы находитесь в зоне риска вместе с ним. Это очень сложный момент, и он сложный психологически, физически, и не все люди в рамках компетенции могут правильно оказать помощь. Мы взяли простой сценарий, чтобы не усугубляться в моменты. Очистка дыхательных бутей, ну, если, к примеру, он бы не дышал, и вы бы нашли бы его через там 3-4 минуты, где-то неизвестно, да, и он не дышит, у него течет кровь, и вы реально понимаете, что, возможно, он ехал на самокате, вы видите рядом булка, какой-нибудь сэндвич, возможно, он поперхнулся, да, лежит, не дышит, признаков жизни не подает, скорее всего, у него что-то в дыхательных путях. Этот момент является критической мерой. И следующий момент, сердечно-легочная реанимация, это без сознания, не дышит, нет пульса. Это когда вы реально понимаете, что в процессе изучения организма при первичном осмотре вы увидели эти признаки, да, и вы переходите к сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная реанимация подразумевает под собой уже проверку и очистку дыхательных путей. Этот процесс мы сейчас разберем. Ну и, кстати, смещение тела, оно что же подразумевает? Каким образом делать сердечно-легочную реанимацию, пытаться, если его нельзя шинелить? А вдруг у него шея смещена? Я сейчас дальше иду, это третий пункт. Да, сейчас это третий пункт. Остановка наружного кротечения, если сознание есть. Если человек находится в сознании, у него течет кровь, вы реально видите, что... Смотри, ты не спишь? Нет. Если вы видите, что человек в сознании, он с вами коммуницирует, да, и это реально произошло падение, которое на самом деле показало вот вам первый момент. Не ссадина, либо царапина с наличием травмы, откуда течется кровь. Вы реально можете понимать, что в этой ситуации, кроме как исследования организма, дальше, если мы говорим про то, что вы уже позвонили скорой, и эта скорая, к примеру, как вы сказали, возможно, не приедет там в определенный момент, но вы являетесь человеком, который может оказать ему первую помощь на удалении, то вы можете перейти ко вторичному осмотру. Это мы сейчас перейдем туда. То если вы реально видите, что человек не дышит, как вы задали вопрос, да, и вы реально понимаете, что он там повредил шею, да, это в вашей голове ментальность отрабатывает этот сценарий, организм его расслаблен, вы маловероятно создадите болевой шок, который заставит его отключиться, поскольку он уже отключен, он не в сознании, он не дышит. На самом деле, телу в данной ситуации не важно, что вы с ним делаете, оно расслаблено. Поэтому позиция человека без сознания, когда вот он находится, не как вот сейчас он идет с нами на коммуникацию, уже здесь не важно, вы переводите в положение для того, чтобы на жесткой основе подготовить человека к сердечно-легочной реанимации. Это уже отдельная тема лекции, которая отдельно идет по циклам, она, наверное, будет в Альпиндустрии, может быть, чуть попозже, там отдельно все это разберется. Сейчас идет сам процесс этапности. То есть, запомните три основных пункта, это критические меры. То есть, если вы не остановили букротечение, ну, к примеру, мы говорим не про голову, мы говорим про какие-нибудь там оторванные части рук, там порезы, глубокие раны, проникающие какие-то моменты, естественно, вы не вытаскиваете никакие предметы, там, да, увеличивая кровоток. Ваша задача при наличии сознания остановить кровотечение. Если вы кровотечение не остановите, это спровоцирует что? Потерю кровотечения, а это за собой повлечет остановку сердца, и все. То есть, дальше уже процесс реанимирования фактически, ну, спровоцирован вами, да, то есть, здесь логика очень проста. Я постарался ответить. А если нет сознания? Если нет сознания, и при этом идет кровотечение. Да. Смотрите, без сознания, не дышит, нет пульса. Да. Если дышит, дышит, и пульс есть, но идет пульс. Так, давайте я быстро отвечу по порядку. Скажу, что вы очень любите. Нет, это нормально. Вы имеете в виду, что если есть кровотечение, не дышит, нет пульса? Нет, если сознание есть, сознание нет, но не дышит, нет пульса, да, но кровотечение не будет. Так, Сознание, человек в сознании может продолжать дышать? Без сознания? Низкий пульс может быть. Может быть, низкий пульс, да. То есть, если вы четко понимаете, что в данной ситуации вы видите, что проверяя пульс, проверяя вдох-выдох, что пульс на самом низком уровне, вы должны переходить к стадии оказания сердечно-легочной реанимации. То есть, если человек без сознания, но дышит, и у него идет во всю кровь, постараться остановить кровь, но если в процессе видите, что ситуация меняется, и ситуация меняется, то, что человек перестает дышать, вы не знаете, по какой-то причине, да, вы должны понимать, что вам нужно перейти из одной процедуры до критической меры в другую процедуру. Вот. Так очень четко все прописано в законодательстве, но на практике работает все немножко по-другому. Да. Ну, не то, что как обычно, это жизнь. Да. Вот. Я перейду дальше. Здесь понятно по критическим мерам? Да. Вот теперь момент того, что у нас произошло, ситуации связанные, когда мы сделали первую оценку, мы видим, что мы лично сами в первичном осмотре ничего лишнего не сделали. Мы максимум сделали, это остановили кровотечение и продолжили коммуникацию с Матвей. Матвей, не замерз? Нет. Я позвонил маме, я позвонил скорой, скоро-скоро приедет. Возможно, через час родители тоже. Дай мне, пожалуйста, возможность оценить твои ушибы, да, чтобы понять и передать информацию дополнительно скорой, чтобы они понимали, что с тобой произошло. Да, иди. Он дал разрешение, если бы он не дал, вы могли бы, в принципе, как бы, ну, коммуницировать с ним дальше. Это тоже очень важный момент. То есть вы должны представиться, сообщить информацию и не проигнорировать. То есть не нужно быть эгоистами, что вы сейчас на ногах, а человек лежит. Вы должны с ним коммуницировать. Опрос. Это следующий этап вторичного момента по подробному осмотру. Знаки и симптомы. Мы видим, что человек лежит в неестественном положении. Да? Он не проводит какие-то движения ногами. Да? Он может двигать одной рукой, потому что я у него задал вопрос в процессе, можешь ли ты держать. Вторую руку я не проверял. Симптомы. Возможно, что ударился головой, может быть, сотрясение мозга, повреждена шея, возможно, что-то со спиной, тазом, может быть, с ногами. Я просто не видел, как он прыгнул, как он упал. То есть я у себя в голове ментально это прокручиваю. Аллергия. Про аллергии мы знаем, да? Матвей, мы знаем, что у тебя там с собой есть венталин. Если что, тебе станет плохо, мы тебе поможем его принять. Препараты. Опять относим это к препаратам. Принимал ли человек что-то ранее, то есть помимо того, что у него прописано доктором. То есть вы задаете всю информацию, существуют ли у него какие-то дополнительные, кроме венталина, препараты, которые мы необходимо принимать. Ранние болезни. Ну, здесь опять всё сводится к болезни, связанной с тем, что это подросток. Возможно, у него существуют какие-то свои моменты, связанные с реакцией на этот препарат. Он тяжело дышит. И мы не можем понять, что может провоцировать астму. Ведь астма может провоцироваться, но в любом месте. Она может провоцироваться в магазине, еще где-нибудь, в поезде и так далее. То есть запах, теплота, жара, какие-нибудь стрессовые ситуации, всё это может провоцировать общий момент на то, что человек начинает реагировать и плохо дышать. Особенности. Что особенного здесь мы можем заметить? Шлем. То есть человек катался в каске, ну, шлем, и мы видим, что у него шлем, допустим, находится в районе головы, там не застегнут. Мы должны чётко понимать, при подготовке осмотра наша задача начать момент, связанный с тем, чтобы этот шлем снять. Можем ли мы этот шлем снимать или нет? Нет. А почему мы не можем снимать шлем? Почему? Вот кто? Потому что может быть травма шли, а в лавашнике. Окей. Существуют определенные методы снятия шлема. Если у вас, как вот правильно сказал молодой человек, вы не знаете, откуда кровь течёт. Может, это пятно, может быть, это не только бровь, а может быть, он затылок себе разбил. Мы сейчас гемосатическую губочку положили здесь, а вы не знаете, что у него находится под головой. А через там 3-4 минуты у него потихоньку увеличивается лужа и так далее. Вы видите, что кровь течёт из-под шлема. Возможно, что где-то удар. Тем более, вы видите, что шлем был не застёгнут. Вы можете снимать шлем. И это нужно делать. Если вы в рамках своих компетенций и навыков это умеете делать. Если не умеете делать, вы его не снимаете, ждёте спасателей, ждёте скорую помощь и делаете осмотр пострадавшего без снятия шлема. Всё зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Если это город, если это горы, если это удалённая часть, то, естественно, ждать, что к вам приедет спасатель и покажет, как снимать шлем, будет уже поздно. То есть вам необходимо сделать манипуляции, как с остановкой кровотечения. Вот. Сейчас я всё покажу. То есть событие, предшествующее до. Человек ехал, хотел прыгнуть на самокате, прыгнуть на сноуборде, не рассчитал траекторию полёта, приземление, упал, ударился. То есть, по идее, вы понимаете, что событие до это некий прыжок, трюк, шаг, оступился или ещё что-то произошло. То есть вы реально понимаете, что это метр, два, три, если мы про падение говорим, если мы говорим про удар внешнего воздействия, что это ехал объект один, ударился в объект другой на определённой скорости. Вы оцениваете, какова сила восприятия и что спровоцировало эту ситуацию до. То есть, понимая эту ситуацию, вы можете понимать степень одной травмы или мультитравмы. Это понятно. То есть событие до очень важно, чтобы вы понимаете, чтобы вы эту информацию передать дальше. Что вы действительно можете быть свидетелем и, соответственно, сообщить ту или иную информацию, что произошло с пострадавшим. Здесь же сразу перетекание событий до в историю, то есть возникновение когда. Сейчас у нас на наших глазах. Опрос состояния. Где дискомфорт? Матвей, где ты испытываешь дискомфорт? Ты можешь сказать? Нет. То есть, ты можешь попробовать пошевелить правой рукой, ногой, ступней? Да. Ногой? Правой? Левой? А можешь попробовать повернуть голову? Нет. То есть, вы без каких-либо изучений своими руками задали интервью. То есть, человек вам дал, что у него где-то, возможно, в районе шеи существует боль, и это вызывает ему дискомфорт. Причина боли. Описание. Но, возможно, что он не будет коммуницировать так. Да? Если ты говоришь, что он пошевелит рукой на боль. В данном случае, Матвей у нас шевелил, чтобы он еле-еле. Но это ни хрена не пошевелил. Совершенно верно. Вы даете запрос человеку и получаете от него ответ. То есть, вы можете начать его щупать, делать пальпацию, но это следующий этап. Прежде чем начать движение, вы должны понимать, с чем вам придется работать. Ребята, на самом деле, это такой, ну, первая помощь, это не просто какой-то комок плотной информации. Это расширенная система, которую нужно изучить. Если вы ее будете понимать, то вы начнете сокращать определенные этапы и тем самым переходить с одной этапы на другой. Вот. Оценка по шкале. Матвей, какая боль примерно в районе шеи ощущается? У тебя на сколько это больно? 6-5. 6-5. Ну, то есть, если мы говорим увеличение шкалы, значит, это боль достаточно интенсивная и высокая. скорость ухудшения и ослабления. Она у тебя постоянно, либо только в момент, когда я тебя попросил пошевелить шеей, головой. Ну, то есть, она фактически появляется только в момент, когда он делает воздействие на свою мускулатуру шеи. То есть, оценив все эти позиции по вторичному осмотре, вы собрали всю информацию. Но визуально вы видите, что кроме как вот скрытого кровотечения, которое возможно где-то есть дополнительного в районе головы, маловероятно, что оно где-то может быть у него наружине на ногах, на руках, может быть какие-то ссадины, так как он катался на самокате. Это можно сделать уже в процессе осмотра детального. То есть, мы перейдем к следующему моменту, если нет здесь вопросов. Проведение подробного осмотра с головы до ног. Это вот самый важный момент, который подключается у вас. Обратили внимание или не обратили, но я в определенном контексте, когда с вами общался и показывал все движения, я не подходил к Матвею вплотную. То есть, если мы говорим о средствах индивидуальной защиты, про которые я вам говорил, я позволю себе демонстративно ее одеть для того, чтобы показать моменты, связанные с тем, что у нас происходит. И является ли средством индивидуальной защиты перчатки, пускай они не стерильные. Они являются на сегодняшний момент? Я думаю, что да, потому что это очень важный момент, что вот в таком состоянии, в котором я сейчас есть, это демонстративно правильный показатель осмотра. Потому что я не могу, даже если фактически без маски, без перчаток, касаться его ран и всего остального. Если вы видели, я аккуратно, допустим, предложил ему, если он может, своей рукой, не было у меня перчаток, я ему постарался приложить гемостатическую губку его рукой по возможности, потому что я могу занести инфекцию, если у меня нет перчаток. Соответственно, в процессе осмотра детального желательно использовать эти средства индивидуальной защиты. Если вам не будет проблематично, я маску сниму, чтобы тоже и разговаривать, и не дышать с углекислым газом, я оставлю ее на подбородке. Вот здесь. Я начинаю осмотр с головы. Вам вообще всем видно отсюда? Вот такая позиция. Это займет буквально сейчас 5 минут, это недолго. Если мы говорим, что каска каким-то образом держится на каких-то определенных моментах в районе головы, ее легко снять, и при этом голова остается без движения, то это можно сделать аккуратно, медленно, но если она находится, прости, я тебя сейчас одену, если она находится у него на голове зафиксировано, и вы в данной ситуации находитесь один, и реально понимаете, что проблема у него с шеей, и первые признаки, которые он показал, что это шейный отдел, не надо снимать каску сразу. Вы должны сделать следующее. Вы должны путем пальпации исследовать шейный отдел. и если вы при определенном нажатии создаете боль, Матвей, больно ли тебе в этой части? Да. Вы реально понимаете, что проблема с шейным отделом позвонков. Значит, прежде чем делать манипуляции с каской или со шлемом, как вы спросили, вам необходимо зафиксировать этот отдел. Шейный. Да. Да. А если у вас реальная ситуация с тем, что это мотоциклетный шлем, который просто не снимается, это целая эпопея. Вы можете открыть забрало, оценить ситуацию. Чаще всего там очень все плотно, и он рассчитан на то, чтобы спасти от ударов определенную мощность тела, потому что инерция головы в этой ситуации как раз вредит на шейный отдел. Я не предлагаю сейчас снимать ему каску, она на нем остается. я могу нагнуться, и вот таким движением, ну, то есть достаточно в перчатках поводить по зоне головы, да, и потом посмотреть, есть ли какие-то кровоподтеки у меня на перчатках. То есть этого будет достаточно того, чтобы понять, существует ли кровь, нужно ли снимать мне в данной ситуации каску, тем более я нахожусь один. То есть мне, по идее, нужен помощник, который будет придерживать, я буду аккуратно ее снимать, если она еще застегнута, если мы говорим о горнолыжном или сноубордическом шлеме. Неважно. Матвей, ты катаешься на самокате с каской? Да. Да, катается с каской. Что вы можете предложить здесь? Сразу фиксировать шею? Нет. Вы продолжаете осмотр. Вы начинаете действовать в первую очередь это, я вам перевернул, голова с дыхательными путями. То есть вы реально понимаете, что вам нужно сделать осмотр головы, осмотр ушей на наличие крови. То есть удары головой чаще всего провоцирует подсотрясение кровотечения внутренней, которое может идти. Это говорит об экстренной ситуации. Это очень важно. То есть это не нужно игнорировать. Далее, вы переходите в полость рта. Вы также можете попросить по возможности Матвей, открой, пожалуйста, рот, я просмотрю. Не прикусил ли он себе какие-то части внутри рта для того, чтобы понимать, нет ли у него кровотечения внутри. Чаще всего вы можете попросить человека аккуратненько среагировать на выделение слюны. И вам будет уже понятно, существуют ли какие-то кровопотеки внутри. То есть возможно, что он ударился, прикусил и еще что-то находится внутри, скрытое от вас. Следующий момент. Вы начинаете движение по ключицам. Вы, если кому-то нужно, можете встать. Я просто не знаю, насколько это комфортно и посмотреть сверху. Вы начинаете следовать. В первую очередь это плечи. Дальше вы переходите на грудь. То есть не нужно вам нажимать вот таким образом там, Матвей, извини, конечно, да, то есть и показывать. Матвей, все ли у тебя там включится на месте или нет. Пальпация, ребят, не пульпация. Пальпация. Запомните, то есть это очень важный момент. Вы изучаете тактичным движением и чем чаще и быстрее вы перебираете, тем быстрее, скорее всего, вы получите обратную связь от этого человека. Он вам сообщит, больно или нет. Но вы должны коммуницировать. Вы не должны вот так вот быть. Болело что-то? Нет. Вы должны получать обратную связь, если мы идем речь о том, что человек в сознании. Он может издавать какие-то звуки и прочее. И таким образом говорить вам и направлять вас. Да, действительно, у него что-то болит. Первый момент. Изучайте грудь, ребра. Далее. Если вы видите, что рука лежит на животе, вы можете сразу эту конечность попросить. Матвей, я сейчас попробую разогнуть ее в локте. Если почувствуешь боль, скажи мне. Я положу ее на землю. То есть, он никакой реакции не сделал. То есть, все замечательно. Вы перешли в брюшную полость, просмотрели ребра, грудину. Дальше вы приходите в брюшную полость. Это либо А, три этажа, как у нас в России учат, вы знаете об этом. Либо это квадрат. Да, четыре квадрата. Анатомию все брюшной полости знают. Замечательно, если знаете. Ну, я советую вам изучить. Да. То есть, вы реально понимаете, что он там лежит на правой стороне. То есть, удар куда мог произойти? На какой орган? Печень. Совершенно верно. Правая. Да. Если бы это было на левой, то, соответственно, у вас желудок, селезенка. Совершенно верно. Да. Почка. Что еще? Из кишечника маловероятно, что вы можете задействовать. Потому что, ну, мочевой пузырь, это мы двигаемся уже дальше. Да, это уже получается другая часть. Да. Легкие. Совершенно верно. Диафрагма. То есть, вы можете все это в процессе увидеть. Если появляется какой-то признак храпа, ну, то есть, бульканье или еще что-то. Если мы говорим, что человек в бедсознании, и вы видите, что вроде он пытается подышать, но у вас есть сигналы. Это говорит о том, что что-то есть в дыхательных путях. Мы разбираем момент самый простой, самый легкий, чтобы это как-то в алгоритме запомнилось. Далее. Можете ли вы над человеком находиться сверху в таком положении? Да. Очень многие демонстрируют эти моменты. Это огромная ошибка. Подскользнулись вы, упали, надавили, не дай бог, ногой на ребро еще куда-то. Ухудшили состояние пострадавшего, да и сами себе ногу подвернули. Поэтому вот эта позиция категорически неправильна. Если вы где-то на методичках это будете видеть, или кто-то вам будет показывать, строго ошибка. Смотрим с одной стороны. Либо, если необходимо, мы можем обойти пострадавшего с другой стороны. Но мы не перешагиваем через пострадавшего. То есть мы обходим, мы не работаем над пострадавшим. Осмотрев три этажа, либо четыре квадрата полностью брюшной, вы можете сделать следующее. Я не буду поднимать сейчас футболку, дабы этически не создавать ситуацию осмотра. Вы можете по возможности расстегнуть и засунуть руку в перчатку для того, чтобы обследовать тело пострадавшего на наличии кровотечения. Это очень важный момент. Иногда об этом забывают. То есть считают, что они изучили всё это дело, ваша задача постояться, посмотреть. И чем больше вы этой внимательности отнесётесь к осмотру, тем скорее вы соберёте больше информации, что вы имеете дополнительно. Помимо кровотечения, которое есть из бровей. Когда вы доходите до таза, можно ли таз трогать? Кто-нибудь вообще сталкивался с тазовыми... Вообще пальпация идёт до брюшной части, дальше пальпация останавливается. Мы не можем нажимать и нам нельзя нажимать на таз. Мы нажимаем уже в районе после паха, в районе бёдер. Здесь в данной ситуации может быть подозрение на перелом, всё что угодно может быть. Здесь момент следующий. Точно получить информацию от больного можно в возможности, когда вы попросите его подвигаться по возможности. Если он скажет я испытываю боль в районе таза, скорее всего это подозрение на перелом. Поэтому здесь никакие смещения, никакие давления мы не делаем. Это понятно? Да. Это очень важно. Далее вы переходите к ноге. К правой, к левой без разницы. То, что у вас по возможности в доступе. Также осматривайте бедро, осматривайте суставы, ступню. Многие советуют вот так вот делать. Поворачивают и таким образом инициируют момент, связанный с болью. С одной стороны это правильно, если мы говорим о горнолыжных ботинках, когда они застегнуты и вы не можете туда залезть. Но если мы говорим о легкой обуви летней, то в принципе достаточно просто изучить и по возможности проверить дистальный пульс. Знаете, что такое, да? Да? Ну, это обыкновенное место под этой косточкой с этой стороны либо с внутренней. То есть сразу задача его поймать. Вот я его сразу поймал. С другой стороны? Вот, с правой стороны. Вот с этой. Вы просто попробуйте это у себя лично на своем организме либо на организме друга. Вот. Таким образом вы можете посмотреть, насколько действительно конечность может реагировать. Потому что бывает так, что когда вывих конечности либо какой-то ее деформации, да, то пульс может отсутствовать либо быть нечетким. Это говорит о том, что кровоснабжение нарушено. И это очень важный момент. Это не нужно сразу снимать вам горнолыжный ботинок, потому что он является шиной. Горнолыжные ботинки вам снимает уже медбрат уже в скорой помощи. Вы не должны этого делать, если вы передаете сотрудника к сотрудникам скорой помощи. Но если вы находитесь в отдаленной местности и вы реально понимаете, что вам необходимо снять ботинок и зафиксировать, наложить шину таким образом, вы можете применять свои компетенции в рамках оказания первой помощи. Здесь нужно понимать границы, то есть расширенной первой помощи. Это очень важный момент. Вы осмотрели правую, левую ногу. Никаких моментов Матвей нам не выдал. Матвей, возможно, я сейчас постараюсь положить твои ноги параллельно и выровнять твое тело относительно положения горизонтально. Хорошо? Если ты почувствуешь какую-то боль, ты мне просто об этом скажи. После осмотра у вас существует момент, который мы не посмотрели. Какой? Кто скажет? Вот я сейчас посмотрел плечи, грудь, позвоночник. Ребята, то есть мы четко понимаем, что у нас осмотр спины не прошел. То есть мы просмотрели руки, мы просмотрели грудь, брюшную полость. Мы не дошли до момента, связанной со спиной. Нам нужно оценить ситуацию с позвоночником. Скажите, пожалуйста, могу ли я вот так человека сразу перевернуть и осмотреть? Нет. Мне нужна определенная позиция, чтобы тело лежало достаточно ровно. Поэтому в данной ситуации по возможности вы аккуратно, если это позволительно, технически распрямляете ему ноги. Да, вы затрагиваете. И в этом случае что происходит? Тело меняет положение и вы провоцируете еще одну боль. То есть, когда вы все это сделали, не забудьте вернуться к шее. Вы посмотрели, если вы вдруг перейдете в формат спины и забудете, что у него проблемы с шеей, вы фактически нарушаете, а болевой синдром может привести к чему? К потере сознания. Совершенно верно. А дальше уже ситуация опять поворачивается в обратный цикл. Поэтому по возможности, если у вас есть определенные средства, которые вы можете зафиксировать те или иные шины, вы можете использовать подручные средства. Что из подручных средств может вам позволить зафиксировать? к примеру. А? Да. Супер. Это самый простой способ, когда у вас ничего нет. Другого вы ничего не придумаете. Либо, ребят, если вы реально понимаете, что доступа нет, куртки нет, и не забывайте, что он лежит на земле, он же сейчас в стадии переохлаждения, уже как минимум 30 минут. Поэтому мы переходим в фиксацию. в этом случае, то есть вы стабилизировали шею, вы можете аккуратным движением засунуть и уже в этом случае, не переворачивая тело, прощупать ему позвоночник. Понимаете? То есть вот это движение, когда я вам сказал с ногами, оно неправильно, его не нужно делать. То есть оставьте человека в этом положении. Поэтому вы можете после фиксации шеи проверить позвоночник. Матвей, где-то еще болит, копчик? Нет. По идее, у него существует проблема шеи и кровотечение в районе брови. Это момент, связанный с головы до ног. Но не забывайте про неврологическое состояние. взрослые люди меня поймут. Первые признаки, которые здесь происходят, это запах, какие-то пятна, когда есть непроизвольный выброс мочи. Чаще всего это от сильных ударов, падений. Это говорит о том, что могут нарушаться уже удары по почкам. И в этом случае уже даже по прямой кишке. Поэтому здесь ситуация такая, что компрессия не всегда срабатывает без последствий. Поэтому если вы этих моментов неврологического состояния не заметили и вы не увидели, что человек создает какие-то эффекты тревожности, когда есть отрясение мозга и постоянно с вами коммуницирует, вы должны этот момент очень прописывать у себя в голове и запоминать. Спасибо большое, Матвей, можешь встать. Так, какая ответственность по первой помощи? Да, это самый, наверное, простой вопрос, который все задают, на которого нет ответа. Для лица, обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена ответственность за неоказание первой помощи вплоть до уголовной. Штраф от 80 либо до года лишения уголовной ответственности. Свободы. Но ситуация такая, что первая помощь в рамках этого пункта оказывают только специализированные сотрудники, которые действительно имеют возможность такую помощь оказывать. Следующее. Для простых очевидцев происшествий, которые реально пошли мимо, оказали, неправильно оказали, сделали какие-то увечья, в практике судебных издержек всех и правовых норм ни одно лицо не было привлечено к уголовной ответственности на сегодняшнюю дату. Это официально докладывает Министерство здравоохранения. Но мы не знаем скрытых нюансов в России, поэтому я не готов подтвердить это на 100%. Поэтому если в рамках алгоритма вы выполняете и вас по каким-то причинам пытаются привлечь, то вы должны реально понимать, в каких рамках вы этот алгоритм проводили. Здесь очень важно понимать, что не выходите за рамки того, что вы согласно приказу можете делать. Я советую просто это изучить и почитать. Похоже на вопрос. Допустим, реальная дистанция на этой неделе была. Цеплист ехал на мотоцикле и в итоге основал ногу там открытый перегон. И шел мимо человек сертифицированный институтом по оказанию первого ключа. Он и видел, соответственно, что там просто алказевак стоит и никто не остановил кровотечение. А у него открытый перегон и фактически нога оторвалась на пустырьков живевшихся. Он застал пульнитет, наложил ему или не помню, пульнитет, это жгут, наложил ему и у него была боли, но он в колуне не попал. Я так понимаю, что не попал, но он не имел права. Да, тут полное нарушение. То есть он не имел права это делать с точки зрения, если это специалист, то есть он может вызвать скорую помощь либо является при исполнении. То есть если медицинский работник, кто-то есть медицинские работники здесь? Если медицинский работник вышел за территорию своей смены и сделал несоответствующим образом совсем другой закон, он это делает при исполнении. Как только он не при исполнении, все, то есть на него это не распространяется. Если вы сели в машину, вы являетесь соучастником ДТП, на вас закон вешается. Но как только вы сейчас находитесь здесь и до момента к машине, если вы неправильно оказали первую помощь, на вас закон не распространяется. Если вы даже в рамках отказались эту помощь выполнять, но существует момент, когда вы действительно делаете ситуацию, когда оставляет человека в опасности. Вот здесь уже закон вправе вас рассмотреть как человека, который не оказал первую помощь. То есть тут нужно уже определенные доказательства и уже определенная юридическая ответственность. Поэтому изучайте закон, это очень важно. Вот, я хотел перейти к медицинским изделиям. У нас не совсем много времени еще на лекцию, поскольку мы как-то... Она плотная, да, и я не знаю, насколько вы устали. Я попытаюсь уложиться в пять минут, если вы не против. Да, и... А? Да. Смотрите, я хотел сказать следующее. У каждого должна быть своя индивидуальная аптечка, какой-то набор. Это вот моя личная аптечка, которая со мной на самом деле ездит и в машине, и на фрирайд-зонах, во всех туристических моих поездках. Она индивидуальная, но в ней есть все, что согласно этого перечня. Я сегодня покатался по Москве, потому что я с трудом пытался найти вот такие средства для оказания искусственной вентиляции легких. Это очень важный момент, который сейчас прописали. Да, и хотел вкратце просто быстро пробежаться, что здесь изменилось, что не изменилось. В реальных моментах почти ничего не изменилось с точки зрения добавления эластичного бинта, который, по сути дела, как бы одно время отсутствовал. Но это не очень с моей стороны правильно, поскольку я бы заменил его когезимным винтом. Он менее стягивает и он имеет самозахват и гораздо эффективнее работает на фиксирование шины и всего остального. Вот. Жгут кровоостанавливающий. Здесь ситуация не изменилась. Изменилась только технологическая составляющая этих жгутов. То есть от классики, которую я не советую, да, перешли к классике, которая дорабатывается всевозможными поперечными, выпуклостями. Это для того, чтобы по возможности наносить жгут не на какую-то часть открытого тела, как запрещается, а дает возможность пространства, чтобы у вас все-таки капилляры, кожа все-таки не имела прямого давления, как при таком формате жгута. Если вы используете турникеты, это дело ваше. Подожди, Матвей. Вот. Поэтому здесь... Матвей, ты не делаешь? Нет. Жгут кровоостанавливающий, устройство или маска для СЛР. Я использую и рекомендую, если вы работаете в составе группы, такие варианты. Это специальные маски, которые также имеют возможность подключения со стороны, опять-таки, это медикаменты кислорода, если он вам необходим. Между прочим, если вы даете человеку кислород, это тоже медикамент. Пожарные в момент выноса пострадавшего не имеют права дать кислород. Вы не знаете сатурацию, вы не знаете процесс отравления угарными газами, вы не знаете, какой необходим процесс подачи кислорода. То есть, это очень важный момент. Вот. Вы приобретаете то, что вам необходимо, вы можете где купить, любой мешок. Вы можете купить момент, связанный с гермомешком, складывать туда какие-то свои вещи, но тем не менее, если вы соберете все по списку, маска, перчатки, жгут, бинты, салфетки, лейкопластыри, покрывало спасательное, которое необходимо размером минимум 210 на 160. Ножницы для разрезания перевязочного материала, либо, если вы реально понимаете, что, как вы сказали, открытый перелом и нужно вскрыть одежду, прописывают законодательство так, что вы должны минимально, типа, нанести какой-то ущерб имуществу гражданина, но я скажу так, режьте. Если ситуация реально важна для жизни, ни одни джинсы, ни одни там гортексы и прочие материалы не спасут этого человека. Вот. Поэтому режьте, разрезайте, но не снимайте. Для чего это и создано? Чтобы вы создали еще дополнительное сохранение тепла. Если все это собрать в аптечку, в реальности, бинты, разложить так, как вам это нужно, лейкопластыри, перчатки, булавки, ну, у вас, в принципе, выйдет стандартный набор, но этого, ребят, мало. Естественно, вы выходите в рамки того, что вы можете использовать дополнительные свои индивидуальные аптечки, куда у вас идет. Ваши личные препараты, которые вам назначил врач, там, ваши таблетки и прочее, это касается вашей аптечки. То есть, понятно, что вы не дадите это человеку, который не должен это использовать. У вас должна быть аннотация к тем или иным лекарствам. То есть, это мой совет, да? Если вы что-то делаете, укладываете, реально понимаете, что вы ушли из группы и кричите, Вася, там у меня где-то был ибупрофен, либо идвил, который я купил где-то, ну, за границей. Можешь ли мне дать там одну-две таблетки? А я не знаю, что это такое, как он у тебя действует. У вас должна быть пакетик с аннотацией. Ну, то есть, это лучше, чем иметь в телефоне. Телефон может разрядиться через какое-то количество времени. А список лекарств, которые вы можете себе забить отдельно и аннотации, это, в принципе, улучшит процесс коммуникации с лекарствами в целом. Но, запомните, вы не даете никому из вас, я не дам ничего лишнего здесь. Если у вас закружилась голова, у вас тошнит, вы где-нибудь на яхте, вы можете подойти к капитану, к его помощнику, он вам скажет, вот у меня есть такое средство от укачивания, вы можете его принять, наклеить на себя. Вот этот жест вы можете сделать, но не так, что вы, иди сюда, я тебе наклею, я тебе там дам топетку драмина, да, которая действительно действует с сонным эффектом, и вы не знаете, какая ситуация может быть и ухудшиться. Человек может стошнить, вы можете не досмотреть, он зайдет куда-нибудь непонятное для контроля у вас место, да, и поперхнуться, соответственно, потерять сознание, ну, а дальше процесс опять к первичному, вторичному осмотру. И все начнется просто с обыкновенного выкачивания. Поэтому это очень важно, чтобы у вас, помимо того, что существует аптечка, которая выдала законодательство и обновила ее, у вас существовали дополнительные лекарства, дополнительные препараты, шины, спасательные одеяла, косынки, может быть, 2-3 штуки для того, чтобы вы могли перевязать таз пострадавшего для фиксации его. Вот, может быть, у вас существуют дополнительные какие-нибудь компрессы, если у вас есть травма живота, там, брюшной полости, к примеру. Если это рана, которая требует моментального остановки кровотечения, то есть существуют определенные бандажи, которые вы можете купить. Сейчас это все в доступе, и я так подскажу, что есть компания Рина, которая все это завозит, правда, это сделано все китайской организацией, но, тем не менее, это все работает. Это все доступно и очень хорошо идет для комплектации. Это не реклама. Вот. Что касается специальных каких-то там продуктов, где вы можете в туристических магазинах купить, то там есть более расширенные, более плотные материалы. Вам нужно просто это все изучать. Поэтому... Да. По поводу вот этого скрывала, оно с одной стороны желтая, с другой белая. Есть же какая-то разница? Да, разница есть, да. И у нас компания Эльпиндустрия, да, молодец, она расписала, что золотистой частью вы мне подскажете, куда нужно, если человеку жарко. Ну, то есть, у вас есть излучение. Жарко? Вот видите, никто не может ответить, потому что, ну... Если человек замерзает, ему холодно металлической стороной к телу. Да. Если наоборот, да, вы разворачиваете золото на тело. Золото на тело. Да. Здесь эти одеяла продаются у них, они их специально выпустили под брендом. Вы можете посмотреть, если вам нужно. Можете купить где-нибудь какие-то китайские, но я рекомендую просто использовать достаточно хороший профессиональный материал. Да. Ну, китайские я в том плане, что есть очень дешевые китайские, которые действительно рвутся. И рвутся сразу после первого раза. У меня на тренировках они рвутся регулярно, и я просто закупаю большое количество. Вот. Я хотел сейчас спросить следующий момент. Аптечку, наверное, если вам будет необходимо, вы можете в телеграм-канале задать мне кучу вопросов, и я вам могу всего набросать с точки зрения профессионального отношения к тем или иным препаратам. Вот. Перейти к такому моменту как дополнение. То есть, еще существует блокнот для записи, где вы можете фиксировать информацию о произошедшей ситуации. Футляры для сумки я ранее сказал. Маркер черный, чтобы вы могли записать, если идет речь о каких-то пунктах, связанных на рубашке, где-нибудь на гортексе, там вы перетянули жгут, там, к примеру, зафиксировали его в такое-то время, через такое количество времени, там, в летний период вам нужно его ослабить. То есть, вы максимально себя ведете в фокусе. То есть, у вас туннельное видение, что вы работаете над безопасностью. Вот. Инструкция показаний первой помощи. Но, вот здесь момент такой, что я не нашел ни в одной аптечке, даже автомобильной, инструкцию показаний первой помощи согласно новому постановлению. Ее просто еще нет, и возможно, что на это уйдет время, и все аптечки будут укомплектованы согласно пособия и инструкции. Поэтому, сейчас эти инструкции у вас будут, вы сможете их изучить, и по возможности просто как-то их оптимизированно подготовьте для себя либо в телефоне, либо в печатной продукции. У кого должна быть аптечка? Здесь очень все просто, что в условиях города квартира, дом, рабочее место, высокие мероприятия, автотранспорт, водный транспорт, спецсамокат. Каждый сам решает, где он ее хранит. Что касается ответственных лиц, отвечают сами гражданины, водители, руководители, сотрудники назначены, контролируют срок действия лекарств, препаратов, срок действия аптечек, бинтов, пополняют ее, устанавливают специальные знаки, что вот именно здесь аптечка на одном этаже, на втором этаже и так далее. То есть, это очень обязательный момент. Вот. В условиях отдаленной местности тут зависит все от вашего похода. Либо это с низким уровнем риска, когда вы вышли в парк. Либо это высокий уровень риска, когда вы куда-нибудь в трекинг без инги поехали, к примеру, там, да, либо куда-нибудь на Кавказ, когда вам необходимо больше возможностей, и вы ее докомплектовываете до профессионального состояния. Вот. У гидов, инструкторов и проводников, которые сейчас имеют сертификацию, у них расширенная аптечка, достаточно очень большая. Там входит очень большое количество элементов того, что может быть, вплоть до того, что там идет мешок амбу, да, то есть достаточно очень-очень серьезный, очень много шин, масок, то есть они фактически несут на себе больше снаряжения, но это уже отдельная тема для разговора. Вот. Здесь ответственны сами люди, кто сопланирует это путешествие, либо свой выход. Это турист, старший группа, инструктор-проводник, капитан судна. Если вдруг по какой-то причине вы сели на яхту, что-то произошло, и вы не знаете, где аптечка, капитан судна, ну, реально растерялся, это уже фиаско. То есть для капитана всегда нужно важно сообщить, здесь у нас аптечка, здесь у нас спасательный круг, действуем в рамках алгоритма. Для этого есть инструктаж. Инструктаж проводится каждый раз перед выходом, поэтому также инструктаж с вами проводится перед выходом в горы, на горнолыжном склоне, и еще в каких-то любых горных локациях, либо аутдорн направлениях. Вопрос. Сможете ли вы оказать первую помощь? Да. Молодцы. Анонс лекций это я отдельно, я просто хотел немножко задать несколько вопросов и получить на них ответы. Да, очень важно еще в аптечке всегда какой-то сахар с собой носить, шоколадки, это очень важная составляющая. Для горшины? А? Нет. А что же для диабетики? Очень важно, потому что вам кажется, сахар диабетчики не едят, вот в этом вся проблема. Конфетка самый плохой метод. Вот берите что-то более мягкое, сладкое, в виде плиточки. Любой элемент в форме леденца это уже признак того, что вы инициируете ситуацию с инородными моментами, предметами в горле. Поэтому старайтесь этого не делать. Ну, в моменте она называется обструкцией, правильно? Насколько я понимаю. Да, когда что-то у вас, какое-то инородное тело, и вам необходимо эти моменты как бы, ну, убрать. Поэтому старайтесь в своей аптечке держать какую-нибудь шоколадку. Вот. Хороший вопрос. Питье еду пострадавшему необходимости называли? Питье еду дают после расширенного ухода, в момент первичного осмотра, вторичного осморта. Мы не даем никакие жидкости, мы не провоцируем никакие моменты, мы не знаем, что может происходить в области брюшной, какие травмы, мы не знаем, как это повлияет на процесс. Поэтому первичный и вторичный осмотр это очень важное составляющие того, что дальше переходит. Когда вы слышите расширенный осмотр, здесь уже рамки компетенции ваших курсов, когда вы проходите 16, 80, 40 часов обучения, тогда вы действительно понимаете, что эти курсы дают вам возможность. А можно ли дать горячее питье? Можно ли человек растереть, если он замерзает или еще что-то? Это уже отдельные лекции. Я бы рад это все рассказать, мой потенциал это позволяет, для этого и создано как бы мое направление в безопасности. Если вы будете интересно, то, пожалуйста, можете изучить все это и посмотреть, детально посетить эти курсы. Вот, я задам несколько вопросов и, соответственно, у меня есть несколько подарков от Альпиндустрии и от меня лично. Вот, первый вопрос. Он, понятно, что не относится к теме вопрос, связанный с СЛР, поскольку сегодня ее здесь не было. Кто знает алгоритм действия, соотношение цифр, которые должны звучать, в принципе, у человека в голове? Пожалуйста, ответьте. 32 и нажать на вдох. 30 компрессий, если правильно, и 2 вдох. Да, замечательно. Я вам вот такую штучку даю. Далее, кто знает, сколько компрессий вдохов нужно делать подросткам? Там, ну, возьмем, допустим, до... подросткам сколько? А вот к грудячкам уже 2 раза? Нет, вот подросткам сколько, вот я имею в виду, подростки, которые могут там от 15-16 лет, а вот дети, которым до 12 лет? По-моему, там компрессий больше, и... Никто не знает. Один вдох и половина компрессий. 15-2. То есть мы просто реально понимаем объем легких, объем компрессий, да, и за счет этого просто международная система говорит о том, что вам 15 компрессий нужно делать. Окей, уходит в другое место. Да. Дальше, скажите мне, пожалуйста, если у вас случился перелом ключицы, там, плеча, каким образом вы можете зафиксировать это на теле, вот если вы самопроизвольно? Повязка какую-нибудь шаххом чему-то оближается. Косынка. Косынка. Ну да, повязка шахт может. Да, косынка. Ну, это очень важный момент, потому что, когда вы говорите повязка, люди немножко всегда не понимают. То есть запомните слово косынка, оно в международном формате везде работает, и это вам. Да, то есть это очень важно. У вас есть косынка? То есть у меня этих косынок несколько видов. Вот это очень хорошая, дорогая косынка из Канады. Это армейский вариант, очень большой, мощный. Это наш российский производственный ХБшный вариант. Это китайский вариант обыкновенной ткани. Он, конечно, сработает, но он малого размера, и он малоэффективен, если вам необходимо, к примеру, обмотать таз взрослого человека. Вам объема его не хватит. То есть когда вы говорите повязка, повязка, ну повязка может все что быть угодно, но вот если вы запоминаете слово косынка, косынка, она всегда должна лежать в вашей аптечке с точки зрения того, что у нее есть отдельный, даже можете сделать отдельный отдел, она решает многие вопросы. Она же является жгутом для остановки кровотечения, она же является перевязочным материалом, из нее же можно сделать шину, зафиксировать шину, это неверсальное средство, и называть ее повязкой, ну неправильно, поэтому косынка, спасибо. Я просто, извините, не услышал косынка и вот посчитал правильным. Про шину. Все прекрасно понимают, что такое шина. Это фиксатор, который дает зафиксировать тот или иной перелом. Кто-нибудь знает, из какого материала она делается? Ну вот что идет в составе? И металлические. Отлично. Алюминий. Когда вы покупаете какой-нибудь элемент дешевый, фиксирующего элемента, всегда смотрите, что есть наподобие ковриков для йоги, для каремата, для путешествий. Они тоже продаются, но они без алюминия. Они малоэффективные, они вам не помогут, вы не сможете задать определенный момент. Поэтому я всегда говорю на то, что переплатите побольше, но получите более дорогой, хороший, качественный продукт. Это вам. Закарки, стойки. Да. Вот. Следующий момент, который я хотел, наверное, завершающий спросить. Скажите, пожалуйста, каким образом делается оказание первой помощи, если вы оказались в условиях, где ваша жизнь реально находится в опасности, но у вас есть родственник, который оказался в опасности и оказался какой-то чужой человек. И ваш родственник по какой-то... Я знаю. Или идет, но лежит, там спасаешь. Потом родственник. Это не важно, родственник или не родственник. Если вы нечисли, вы будете спасать родственников? Нет. Ребята, слушаем вопрос. Ребята, да. Совершенно верно. Степень тяжести. Да. В этом и есть смысл. Когда вы видите двух, трех... Спасибо. Это называется сортировка, и слава богу, российское законодательство ввело это в словосочетание сортировка пострадавших в пособие и в алгоритмы. Во всем мире сортировка очень важный элемент. Не важно, кто там, жена, муж, брат, либо друзья. Если вы видите степень тяжести, находясь в той или иной ситуации, гораздо сложнее, да, то может быть стоит привлечь внимание к тому, чтобы те люди, которые в состоянии оказать вам и помочь первую помощь, им оказать эту помощь вроде как первыми, да, там, вот на тебе, у тебя кровь течет, я побежал туда. То есть не игнорировать. Но вы должны понимать, что если у вас находится здесь супруг, либо жена, либо кто-то, вот кто в более тяжелом состоянии, к тому и стремитесь. Потому что вы должны делать оценку. Для этого существует первичный осмотр, вторичный осмотр. вы реально должны понимать степень. То есть если вы видите три человека у вас лежат, стонут, а кто-то бездыханно, да, и это не является вашим родственником, а ваш, извините, родственник каким-то образом просит там помогите, пожалуйста, у меня там нога свернута, там, кровотечение, и вы бежите туда, а игнорируете человека, который не дышит, это грубая ошибка. Поэтому все правильно. Степень тяжести, это очень важный момент, вы должны оценивать. То есть если вы видите, что произошло массовое ДТП, либо массовая ситуация на склоне, либо еще какой-то срыв, вы должны реально понимать, что вы должны действовать. То есть поэтому я вам и сказал, существуют критические меры, которые вы должны принимать во внимание. Но не забывайте, что есть еще и дети. Ну, не дай бог, чтобы они оказались в этих ситуациях. Если один из пострадавших ребенок. А сейчас ребенком. Да, ребенок. А взрослый в более тяжелом состоянии, то ребенок. Если ребенок находится в тяжелом состоянии. Нет, если он менее тяжелый, чем взрослый. Вы делаете оценку. Вы четко оценили ситуацию. И понимая, что ребенок находится в менее тяжелом состоянии, ваша задача по возможности инициировать... Это оценка, да. Это отдельный момент, потому что это уже переход в расширенную оказание первой помощи. Здесь как раз, чтобы их понять, вам нужно посещать курсы. Это моя рекомендация. Это вам. Это вы сказали, да. Все-таки, насколько это обязанность? Если ты не... Ну, как... Не оказал помощь тяжелому человеку и оказал помощь своему родственному. Это уголовное преследование? Нет, ребят. Это этическая, моральная составляющая вашего поведения, да. И если вы реально понимаете, о чем мы говорим... Анастасия, я прям буквально пару минут... Да. Я прям не думал, что я реально как бы хотел больше рассказать. Да, но надеюсь, что вы как-нибудь придете на мои курсы. Я поделюсь с вами множеством информации. Если вы этически понимаете, что ситуация прям касается вашего близкого человека, но в то же время вы оказались в ситуации, где более есть и серьезные пострадавшие, вы должны взвешенно понимать, ну, ради чего вы все это делаете. Если у вас ответственность есть, и вы ее не оказали, ну, оказали другому, а другой человек остался там без помощи, то, скорее всего, это будет с вами какую-то долгую жизнь. Да, вы будете понимать, что вы не сделали эту работу. Но юридически вас к данной ситуации не привлекут. Вы сделали в рамках компетенции то, что есть. Если вы являетесь просто соучастником мероприятия. Но если вы взяли на себя обязанности старшего, гида, инструктора-проводника, там, какой-нибудь старшей группы, там, скандинавской ходьбы, и не досмотрели в процессе инструктажа, что у кого-то может быть проблема, ну, по какой-то причине, и не оказали, возможно, да, вам придется разбираться со следовательными органами, да, и не оказание услуг соответствующим образом, да, там, может быть, к вам как-то будет рассматриваться. Но для меня это всегда мораль, честно скажу. Моя практика очень большая, расширенная. Если кто-то из вас со мной поближе познакомится в будущем, то я многое что могу рассказать. То, что я насмотрелся многого, да, и я реально понимаю, что если вы знаете, как это делать, берите на себя ответственность, потому что может быть, когда-то это действительно и поможет людям. Да, они могут вас благодарить, но если вы подойдите ко мне, если вы каким-то образом там метод Гемлиха будете делать и сломаете там ребра человеку, да, ну, каким-то образом, и он там придет и подаст на вас суд, это один момент. Или вы начнете вытаскивать, вы можете присесть, или вы начнете, нет, прям, садитесь прямо на это, или вы начнете вытаскивать там пострадавшего, как показывают, ну, допустим, травма шеи, да, заводят руки, да, и тащат. Ну, это стандартный вариант, который есть, но у него травма шеи, она в нее болтается, то есть мало людей додумываются до фиксации шеи, для того, чтобы это делать. Это очень важный момент опыта жизни, который вы, ну, делаете. Вот, видите? Поэтому, когда, спасибо большое, поэтому, если есть возможность минимизировать контакты с телом, если существуют какие-то элементы с рюкзаками, тащите за то, что, в чем одет, не трогайте тело, ребята, никогда. Очень много в истории авиакатастроф, ДТП, где люди умирали после эвакуации. Ну, потому что неправильная эвакуация. Вы, если заметили, я про эвакуацию вам ничего не рассказывал, это отдельная тема для разговоров. Вот. Но обезьянный захват и фиксация шеи это классика. Я ее не рекомендую практиковать в реальных условиях. Да, подумайте, какие алгоритмы вы можете использовать еще. Постелить куртку, подложить, завязать и за курточку оттянуть, если это снег, камни или еще что-то. Постарайтесь укрыть пострадавшего, если это какой-то дождь, мокрый снег, чтобы тоже как бы, ну, сохранить его тепло. Это очень важный момент, ребят. Вот. Я благодарю, что вы меня высушили. Я хочу вот раздать тогда моменты, кто ответил вам косынку. Я не помню, кто вот это и вот это. А, у вас. Спасибо большое. Вот. вот. Ну, что еще? Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Поделитесь телеграм-каналом. Да, совершенно верно. Давайте. Телеграм-канал. А контакты остались? Да, ребят, контакты мои. Вот. Денис Ломакин, телефон. У меня есть страница в соцсетях. Я не такой суперактивный, но там есть подстраница компании. Есть свой сайт. Сайт достаточно сильный. Это целая, полноценная моя интеллектуальная собственность и работа. Там есть все. И лавинные курсы, и первая помощь, профессиональные курсы. Поэтому вы можете ознакомиться с ними. Вот. Так, если вы готовы, то я вам продиктую аккаунт. Это надо где-то где-то искать. А может, наушку QR-чик сканировать? Да. Или давайте QR-чик, да. А можете его на дисплее как-то выяснить? На дисплее я не смогу. Я могу, наверное, передать по кругу, да. Вы можете сканировать его. Хорошо. Эта идея просто пришла чуть-чуть позже, чем мы закончили презентацию, чтобы собрать документы. Но, тем не менее, я думаю, для вас это будет важным. А может, я вам вопрос подходит? Допустим, два пострадавших. Одного артериального кровотечения, другой не дышит. Я понимаю, что и тут время, и тут время. Абсолютно верно, да. Кого выбрать? Ну, если мы говорим о возможности максимальной работы с вашими навыками, к примеру, момента, связанного с артериальным кровотечением, если вы реально понимаете, в чем суть, я не знаю, кто-то ляжет там, ну, к примеру, вы можете максимально быстро подбежать, увидеть ситуацию, перетянуть, если человек в сознании, попросить удержать, да, и ваша задача все-таки перейти к вопросу остановки сердца. Да, то есть вы не должны игнорировать и того, и другого. Это очень важный момент, потому что в реальности вы еще не знаете, сколько человек не дышит. Если он не дышит более там порядка, ну, там, пяти-десяти минут, то пока вы будете проводить манипуляции, связанные с сердечно-легочной реанимацией, возможно, что человек, которому необходимо остановить кровотечение, он в сознании, он умрет. Ну, гипоксия, да, тут в обмен другой. Нет, если мы говорим о переохлаждении, в котором вы потеряли человека, да, вероятность того, что его можно качать 40 минут при низкой температуре очень высоко вернуть человека обратно. Вопрос только в том, что последствия, да, поэтому, да, абсолютно верно, вы не должны инициировать только сердечно-легочную реанимацию, если это сортировка, если это пострадавшая. Вы должны понимать тяжесть ситуации. Я жорку, вот тогда просто на себя открыт. Ага, все хорошо. Спасибо. Ребят, если все было понятно, я очень рад. Если чуть-чуть утомились, то это помещение, отсутствие кислорода, нас здесь много было. буду рад вас увидеть на лекции, которые у нас состоятся здесь 14-го числа. Обратите внимание, это будет лавинное снаряжение, экипировка, и у нас состоится еще лекция гипотермия. Это 20-го числа. Спасибо.